Не, подожди, а знаешь, вот честно, знаешь, с ним хочу познакомиться, вот прям задружиться с ним, Олег Майами. Уж ты ходишь, Ненави? Да, я схочу. Ну, ну, гаран, так и стойко. Хочу с ним ходить пить пиво, как бы, просто. Ты на него подписан? Реально. На него, да. А ты на него нет, надо подписаться, сука. Расскажи какую-нибудь чернуху, грязь. Как вы в «Стрепухе» были, помнишь, ты рассказываешь? В «Стрепухе» были, но зачем здесь это рассказывать? Там же караоке был еще. Конечно, мы там и пели. Уволен, нахуй. Массажист второй. Уволен, нахуй. По гребняк сидит, он у меня смотрит, раз, дальше, и, короче. И он не тронул на меня, смотрит, кепку, блядь, сними. Я такой, я просто пропотел. Я думаю, ну все, кариенера закончилась, снимаю кепку. Он говорит, не с того начинаешь, сынок. Я перехожу в клуб, и там все почти взрослее, чем я. Вот, и первая сходка с командой, мне ставят бутылку, говорят, пока не выпьешь всю. Мы, типа, тебя не пьем. Бутылку чего? Либо ром, либо водка. Я думаю, водку сто процентов. Ну, один раз Викторич пришел, я помню, на тимбилдинг. Как обычно, у него слюни полетели. Разозлился и послал всех нас, помнишь? Он тебя штрафовал тогда, кстати? Да, занес ему. Это 200 или 300? Тысяча рублей? Да. У меня был такой человек. Кто? Но не буду говорить, но потом... Скажи, она поет? Сука. Хорошо. Для того, чтобы немножко... Что такое? Чуть-чуть подыже. О, ничего себе. Фигово. Верник. Это не я с вами подвинул. Поспокойнее, давай. Это микрофон. Ты не понял сразу, про что он еще может? Скажи просто, что в нурки завязываешь на кофте. Он схавает. Я в отличной форме, друзья, и мы начинаем это подка... Лока подкаст! С гостем из Динамо. Сегодня у нас потрясающий, фантастический, невероятный Ариен Робин российского футбола. Денис Буре. Денис Буре, он же Хабиб Макарамедов. Слушай, короче, хотелось начать вот с чего. Поскольку я здесь все свои личные обиды выкатываю обычно, начнем вот с нее. Значит, матч Рубин-Динамо. Казань. Человек забивает фантастический гол. Здесь вот, его сейчас не будет, потому что у нас нет прав. Матч ТВ спасибо. И он забивает красивый гол, я стою в микзоне, и все футболисты с кислыми еблами проходят мимо. И я думаю, ну Денис Макаров, солнышко нашего футбола, подойдет и поболтает со мной как следует. Знаете, что он сделал? Он так вот прошел, и знаете, еще в конце вот так вот показал, типа, давай. Я сказал, наслаждайся. Наслаждайся? Он даже заслуживает. Наслаждайся чем? Голым. Ну я знал, что ты меня сейчас мучить будешь. Кого я мучил хоть раз, скажи мне? Я смотрел пару твоих программ. И ты согласился сюда прийти? Кстати. Да. Ну здесь Тарасов, мы научимся. Начинай. Я поддержку ему дам сегодня. Смотри, на самом деле, мне вот интересно, что, почему футболисты не останавливаются, реально. Там было три человека в микзоне, ну встань ты поговори, остановись, там какие-то девчонки с этими диктофонами из этих изданий непонятных, ну скажи ты какую-нибудь банальную вещь, там, что им надо. Они унесут в редакцию, заработают денег, все будет хорошо. Почему надо проходить всегда? Почему никто не останавливается? В чем проблема? Ну когда ты просто говоришь пару фраз, они потом в интернете появляются, ты говоришь один смысл, а потом выходишь, что ты кого-то там оскорбил и что-то сделал. У тебя была такая ситуация? Были. Ну, пример приведи, просто интересно. Ну, у тебя есть конкретная ситуация, когда такое было? Расскажи. Даже пример судейством был тогда. Просто взяли, сняли. А что там было? И поэтому я теперь журналистов вообще не люблю. А, цирк. Да. Цирк и клоуны. Представляешь? Я теперь вообще не люблю журналистов. А, я был там в Рубине? Подожди, а кого больше всех? Интервью. Ты в Рубине был? Ты в Рубине был? Ну, сука. Нерюнгри. Ю-19. Есть тебе что рассказать про это местечко? Я, во-первых, ты знаешь, что такое Нерюнгри? Нет. Это блюдо, блядь, в морском ресторане. А я уже думал. Нерюнгри. Нерюнгри. Исправляют. Все, прости. Ага, понял. Все, завалил е**ало до конца программы. 1-0. Как я, что ли? Нерюнгри. Сколько там был? Шесть месяцев. Что есть вспомнить про это местечко? Вообще, честно, не хотелось никогда вспоминать про это место, но приходится. Ну, расскажи, вот смотри, ты оттуда приехал, точнее, из, я правильно понимаю, Академии Коноплева. Да, из Тольятти. А может, мы сначала с Академии начнем все-таки? Нет, я могу опять свои эти личные штуки, потому что Тольятти для тебя родной город, а для меня это город детства, потому что я там кучу времени провел. На улице Гидротехнической, по-моему, это... Ты где жил, за заводом, что ли? Да, это этот, как он называет, как это район называется еще? Шлюзовый. А, ну, короче, в жопе мира. Там нормальная... Я помню, что в детстве... Подожди, там же криминальный город был. Самый криминальный город в России, Тольятти, в 90-х. Я помню, что нам всегда рассказывали какие-то истории, что где-то на окраине города кого-то изнасиловали, зарезали, убили каждый день, и мы просто дальше двора никогда не выходили, потому что реально понимали, что там постоянно какая-то чернь. Как... Расскажи про свое детство в Тольятти. Я такое уже не застал, наверное. Мое детство проходило чисто во дворе, по кварталам я ездил, бегал, футбол играл. Как у обычного ребенка. Там казаки-разбойники всякие. Там шашлыки во дворе жарили. Там картошкой в окна кидались злым дядям, которые у нас орали, да. Ну, в футбол я пришел в пять лет. Это еще тогда был... С Дюш, что-то крылья Совета, что-то такое. Тренер у меня был, в памяти ему, танки Геннадий Васильевич. С ним было всегда интересно, потому что скажут, что он меня пинками выгонял, чтобы я сюда больше не приходил. Ну, я заново возвращался со слезами. Не, почему, типа, что-то не подходишь? Футбол не твое? Или что, он говорил, почему выгонял-то? Да я обычно там в футбол-то не играл. Ты приходил, короче, казаки-разбойники, давай, побегай. А картошка будет? Картошка будет, да, шашлыки на поле не пьем. Из-за поведения, наверное, больше. Ну, годик так мне пинка подавали, а потом по 50 рублей получал, между прочим. А есть ощущение, что... За тренировку? Да. Неплохо. Давай-давай. Есть ощущение, что ничего не поменялось с тех пор? Есть. Нет, в Рубине я застал. А ты в Рубине помнишь его, да? Я себя в Рубине хорошо видел. Куда хорошо? Я помню одну тренировку прям точно, двух сторонок тебя выгнал Суцкий. Опа! Ну, рассказывай, о чем вы получили. Ну, я не помню, что было. А, судейстым. Леонид судил у нас всегда эти маленькие игры. Хорошо судил? Нет, конечно, Леонид. Какой ты судья? Блин, ни футболист, ни судья, ни... Вообще, тренер хорош только. Так, и что? Вот, были какие-то игры, и, блин, Дэн психанул, что за судейство там. И все, он выпускал, вышел, ушел в тренировку, выгнал меня, психанул. Этот на него там, паника, он его выгнал. Он тебя штрафовал тогда, кстати? Да, занес ему. Да? Да. Сколько? Я не помню уже, какие штрафы там были. Что-то 200 или 300. Тысяча рублей? Да. Леня, блин, это он по этому день не работает. Так, ладно. Так, конечно, штраф он насобирал, теперь сидит, блин, Лига справок, мы танцуем. Так, ладно бы один раз, это не один раз было, когда он штрафовал нас там. Сколько ты с Луцкому вообще за свою карьеру ты дал денег? Смотри, мы тебе принесли, блядь, чуть-чуть. Это он, блин, сдачу вернул. Нормально занес я Викторович на карту. Ну, сколько примерно так? Больше миллиона? Слушай, подожди, а куда деньги уходили? Обычно деньги уходят какие-то командные. А какой номер? Давайте позвоним, спросим, где бабки. Есть у тебя номер? Леня? Да. Есть. Давай позвоним, спросим, где бабки. Макаров сидит, спрашивает. Куда, на что они пошли? Давай. Куда-то они уходили. Куда-то уходили. Ты ему прям заносил? Ну, наличку ему, а на карту Кузьмина. Какая-то. Нормально там пили. У нас сегодня будет долгий вечер, друзья. Расследование. Он может быть на футболе, кстати. А, точно, уже за ним кто смотрит его. Ты сейчас смотришь футбол? Вообще в целом, вот в обычной жизни. Да, но не российский. Ой. Во-первых, правильно. Ты на макомотиве был. Я ходил к Ване туда в гости, честно. Ну, смотрел уже. Тогда Ваню три сразу забил. Так поэтому я и ходил. А, он тебя предупредил, что в семье три забил. Да, и ты пошел. Ну, он приезжает. Он меня тоже когда предупредил, я пришел. Можешь почаще ходить на его матч, пожалуйста. Да, далеко летать уже. Интересно. Ты ходил по 50 рублей. Да, потом тренер мне платил по 50 рублей за каждый гол на тренировках. Ну, а с чего он так? Он увидел тебя что-то, говорит, начал мотивировать тебя так? Или с чего он решил? Всем платили или только тебе? Нет, только мне давали. Только тебе? Не-не, он говорит, это, вот тебе 50 рублей, еще 50 рублей накопишь слудскому, потом отдашь. Как раз 200, блин, накопилось. Так и прошло детство. Потом мы перебрались в Академию Коноплёва уже. С сколько там, с 8 или с 9 лет, там был отбор, мы прошли. И все, я стал игроком Академии Коноплёва, знаменитой вот этой русской школы. С кем там играл? Были какие-то чуваки, которые, вот сейчас мы их тоже знаем все? Ну, Загоев. А в твоем? А, он постарше. Не в моем, он не постарше был. Ну да, да. Кто там? Рома Зобнин. Ничего. Воротарь, который в Краснодаре был. Крицук. Захарян, по-моему, но помладше сильно. Ну, Захаряна я не помню, да. А из твоего года? Потом Мухин был, который в ЦСКА. Он же тоже тольятинский. Он тоже тольятинский. Он тоже тольятинский, да. Кто еще там был? Эльзат Ахметов, вот кого я помню, так есть в российском религии. Эльзат Ахметов, это который бухгалтер Рубина? Да. Много народу было, получается. Не, на самом деле, оттуда много игроков вышло. У вас вообще сильно академия была. Мы приезжали на Россию постоянно, мы там думали ЦСКА будет выиграть. Еще кто-то всегда Коноплёва, всегда. А женская есть там тоже, да? Нет, женская не было. А сейчас они, кстати, что-то начали создавать уже. Женский футбол. Ты как к женскому относишься? Да хватит. А это у нас стабильный вопрос. Ну так, когда что-то по матче стоит, там пару минут можно посмотреть. Пару минут, ну. Ну уже нормально. Смотри, ты сейчас обрадовался, я опять потуху. Ну он говорит, российский футбол еще не смотрит, а женский, вон пару минут пойдет. Ну когда на матче-то показывает, могу иногда. А медиафутбол тогда? Вообще нет. То есть между медиафутболом и женским ты выбираешь женский? Ну лучше да. Солитар. Красавчик, сразу плюс что? Начинаем с бонусов, которые я накопил на него сегодня. Слушай, открывай сегодня YouTube, ну когда утвердился, что ты приедешь, думал, дай посмотрю, что там на YouTube, может, интервьюки давал. Открывай, у меня просто шоу «Голос дети» и там Денис Макаров поет. Нет информации, одно коммент-шоу, и остальное Денис Макаров, певец, шоу «Голос дети» был. Хорошо поет? Да. Ну в караоке-то могу, да. В Казань-то мы ходили, чё? А, да? Блин, так рассказывай, Дим, чё-то вы уже были вместе в Казани, расскажи какую-нибудь чернуку, грязь. Как вы в «Стрепухе» были, помнишь ты рассказывал? В «Стрепухе» были, но зачем здесь это рассказывать? Там же «Караоке» был ещё. Конечно, мы там и пели. В «Стрепухе» пою. Женщины по торсу. Эй, давай там. А дождь на окнах рисует. Это твой любимый? Да. Нормально. Слушай, ну если честно, мы же ходили вместе, нет? После игры там вот это. Как это место называлось? «Караоке» мы в «Домино» ходили. О, «Домино». Все встретили вообще. Хорошо. Друзья, если вы вдруг живёте в Казани и хотите встретить известных футболистов, они всё там, 6-9 или «Домино». Потому что больше никуда ходить. Где же никто не пойдёт? Не рюнгри. Вот ты сидишь с твоей академией Коноплёва. И тебе говорят? Или как это произошло, что ты туда поехал? Вообще я получил травму мышц, порвал четырёхглавую. В 14 лет. И на год закончил с футболом. Меня, ну как, пространили просто от школы, искали много народу. Ты нам не нужен, всё. И дальше сам. И всё, я восстановился где-то 7-8 месяцев сам. Тренировался там в футбольном клубе «Импульс» пару месяцев в местном Толяринском. И уехал в Якутию. Подожди. И вообще же, я так понимаю, была вероятность того, что ты закончишь карьеру. Да. После травмы этой? Да. Но я пропустил около 12 месяцев. Ты, когда получил эту травму, и когда понимал, что тебя отстранили из команды, тебе надо заниматься самому, какие у тебя мысли были? Ты думал о том, что ты в итоге всё равно продолжишь, или ты уже рассматривал варианты, как жить по-другому? Да нет, я дома лежал и ждал просто, когда гипс снимать. А, и всё, пофиг, буду играть. Да, мне было на всё пофиг. У тебя ещё гипс был? А зачем гипс? С такой травмой там гипс нужен? Ну, тебе на всю ногу одевали гипс. Просто я даже не знаю, где четырёхглавая. Ты можешь показать? Я, честно, не знаю. Знаю. Я знаю. На мне не показывай. И я где-то месяцев 5 в нём был, потом восстанавливался без него пару. И потом я ехал как раз в Якутию восстанавливаться, ещё пару месяцев там восстанавливался. А как они тебя взяли? После такой... Как тебя нашли в Тольятти, Якутии вообще? Те, кто-то помог? Да, мне помог тренер футбольного клуба «Импульс», Никитин Сергей Петрович, который организовал этот клуб вообще сам. Создал полностью. И он там, как получилось, в Тольятти очень много футболистов было в Якутии. Отправляли. Вот кого с Академии отчисляли, отправляли туда. Как ссылку, походу? Да, как ссылку. Там все тольятинские человек... Выжил, выжил, нет, извини. Всё равно закончил футбол. Самый суровый фарм в истории российского футбола. Человек 15-20 было с Тольятти, и мне было легко туда приехать. Поэтому оказался там. Это первая серьёзная травма. Подожди, я знаю, что у Димы, у Иры тоже были тяжёлые травмы, долгие. Расскажите, пожалуйста. Вот ты, например... У меня их много было вообще. Ну вот самая первая тяжёлая, как ты её переживал, когда... Ну, первая это была... Так, в локомотиве у меня... То есть крестообразного... После первая самая операция на колено, это была чистка колена просто. Постоянно воспалённое было колено, и я не знал уже, что делать, от боли от этих. И меня отправили в Германию, Мюнхен, на обследование. И там сказали, что без операции уже не обойтись. Ну всё. Но тогда, на тот момент, я честно думал, прикольно. Знаешь, ты говоришь, знаешь, я смотрел за всеми, там, за Криштиану, у него там травм не было, там, бэхом, там, знаешь, и думаю, блин, они там на костылях везде их фоткают, я думаю, о, прикольно, говорю, тоже сейчас будут все об этом говорить, и все реально написали, я сначала кайфанул, потом понял, какой я дурак, нельзя вообще думать об этом. И всё, как бы пережил эту травму, думаю, всё. Сколько по времени ты выбыл? Полгода тогда. Полгода. Ира, у тебя? Ты первая. А, она до сих пор не установила, уже знаешь. Ну да, но так я не думала, как ты, что тебе устанавливается. Что ты думала? Так как ты, я не думала весело, типа, о, прикольно. Как, в каком возрасте первый раз, что это было за травма? Блин, возраст уже не помню. Ну давай, примерно. А возраст? Кресты. Не хочу, не хочу. Кресты. Кресты на год. Причём остановилась сразу на первой тренировке, я снова порвала их, рецидив. И всё, я такая, о, классно. Полетела в Рим. И мы знаем, что за клиника, там вместе оперировались. Ну не вместе, в разное время. Вот, всё. А это же вообще психологически очень сложно после травмы выходить на поле снова. Вот ты, например, как справляешься с тем, что ты после травмы выходишь, ты какое, сколько тебе ещё времени надо, чтобы вкатиться? Несмотря какая травма. Ну если меньше, какая-то Именно вот эта травма, которая была. Как ты, вот этот период, год без футбола, ты приезжаешь в Якутию, какие мысли у тебя вообще, как бы, ты, всё, я выхожу, вообще пофигу, что было, год не играл, докажу. И добьюсь там, я не знаю, играть в сборную или где-то. Ну так и было, да. Я приехал туда, я ещё не мог тренироваться, а меня просто взяли и сказали, даём тебе время восстановиться, там в тренажёрный зал, бегать по полю самостоятельно и потом войдёшь в команду на просмотр. Это сколько лет было тебе? 15, нет, я туда приехал в 16, ну, нет, мне было ещё 15, но там за месяц, да, дня рождения, почти 16, да. Мне просто интересно процесс реабилитации в то время. Там какой процесс? Никакого. Вот у тебя сняли гипс, у тебя по-любому нога была, наверное, просто сухая. Такой ногой я и был. Как ты восстановился? Сам пошёл в тренажерный зал, сам делал упражнения, никто не подсказывал? Нет, нашли реабилитолога, который, знаете... В Якутии? Нет, слава богу, в Тольятти. Шаман какой-то вышел. В Бувино. Бувино, да я знаю. Ещё в Тольятти нашли какого-то реабилитолога тоже. Он мне в первый же день, когда мне там сняли гипс, я к нему пошёл, и он мне начинает сразу ногу сгинать. Я думаю, ты как бы... Классика. Нормально, нет? Беги. Это страшно. Встань и иди нормально. Он говорит, сейчас всё нормально будет, типа две недели-три ко мне похожешь. Ну, тогда я ходил в церковь. Как мы видим, сработало. И вот ты здесь. Причём каждую неделю. Каждую неделю я ходил по своему тренировку. Вот честно, не помню, как я восстанавливался, но это как-то вот так вот был. Нашли реабилитолога, потом прошёл, наверное, месяц, потихонечку бегал вокруг дома и пошёл просто в этот футбольный клуб импульс потренироваться. И заново как будто учился играть. Месяц-два потремился и поехал туда, тоже ещё восстанавливался. Ну, тогда уже в зале сам в интернете посмотрел, как там закачивают ноги на тренажёрах. А там такие тренажёры ещё... Советские, да? Советские. Такая это, как называется, качалка, как в Люберц... Люберецкая качалка такая, знаешь, металлическая всё там, да, в подвале. Ты приехал за месяц до своего дня рождения, получается, это январь, Нерюнгре, Якутия. Какого там футбол вообще? Я вообще не понимаю. Каким одним словом ты можешь описать это местечко? Всё, в Манеже были игры, да? Расскажи поподробнее. Короче, ну, во-первых, когда я туда приехал, думаю, круто, леса, снег, волк, но холодно. Медведи. Я когда первый раз заехал в гостиницу, в отель, я вышел на улицу, я говорю, я не буду там никуда ходить. Вообще, я говорю, я останусь в отеле. Только на автобусе ездил на тренировку. В школу там первое время вообще не ходил. Потому что было очень холодно. А как ты учился вообще? Кто смеется? Жена. Жена сейчас смеется. Нет, учился, кстати, я нормально. Я сдал экзамены русской математикой только. А остальное, но я не учил никуда. Ну, и всё, что нужно, в принципе. Всё правильно. Зарплата пришла, посчитал. Контракт прочитал. А сообщение зарплаты тоже прочитал. На русском языке всё отлично. Всё, на русском языке надо. Так, о чём я говорил-то? Ты говорил, на автобусе ездил? Да, на автобусе только на тренировку ездил. Всё. Пешком я не мог ходить, пока было там минус 50, для меня это было дико. А ребята ходили в школу, а я там не мог первое время ходить. А питался как? До магазина я ходил, там 5 минут было. Ну, до магазина 5 минут, до школы 25. А что в магазине, типа... Да, это жёстко. И питание ещё было всё время в школе. И ты не ходил на питание в школу? Пацаны приносили. Нет? Нет. Ты просто... Ну, первое время нет. А в магазине просто что-то покупал? Да. А что ты покупал? Я просто помню свои времена в Томске, одна комната квартира. Доширак, сосиски, пельмей. Да, всё. А Доширак в студию? Спортивное питание просто. Понимаешь, что здесь спортсмены, ну, как ты готовился, как там это всё... Слушай, на ютубе посмотрел, как восстанавливаться, закачивать ногу, а потом я, значит, ел доширак с сосиской. И вот я здесь, в сборной России. Майонезом залился? Там Роналду. А что-то там... Понятно. А в быту, ну, помимо того, полгода ты там провёл, ты совсем ничего не мог не делать, как бы, да? Нет, понятное дело, первый месяц я тебе говорю, что я ничего не делал. А потом я начал ходить со всеми в школу, это был 10 класс. И также ходил на тренаж, когда уже потеплее было. Дискотеки были какие-нибудь там, я не знаю? Да какие мне было, 16 лет. 16 лет? Ну, 16 лет, я не помню. В Якутии ещё там не присылали. В Якутии дискотеки нормальные, мне кажется. Я даже там ни разу в ресторан не ходил. Ну, 16 лет тогда, денег не было тогда. А платили там что-то? Нет. Нет? Родители 10 месяцев присылали. А ты помнишь, смотри, вот у меня есть после Нерингрей, ты уехал в команду, но у неё вот есть в названии слово Мордовия, а вот до этого, ты помнишь аббревиатуру, как она звучит? А, МЦП... МЦПЮФП. Что это значит вообще? Не знаю, но читал, на стадионе видел, да, такую. Это что, это команда какая-то? МЦПЮФП Мордовия называется. Ну, это как типа вот Академия Коноплёвых, я раньше понимаю, школа детская какая-то, и у них, наверное, в Саранске также это всё было. Какой-то детский там, детская футбольная школа их так называлась. А туда ты как попал? Как раз приехал с Якутии и сказал, что там я не хочу больше играть. Ты тренеру сказал, который тебя туда отправлял? Да, я устал. Но ты восстановился, там играл вообще? Да, но я отыграл на КФК, я там забил около там 10 мячей, наверное. Это в переводе на... Сколько? 500 рублей получается, да? В 16 лет я там уже на КФК играл по третьей лиге с мужиками. Отыграл и приехал в Тольятти и сказал, что я не хочу больше там играть. Всё. Собрался оттуда все вещи и уехал. Слушай, а молодым играть против мужиков как, не страшно? Ну, обычно же там стыки всякие сразу идут какие-то. Да тогда как-то было всё равно, хотелось играть в футбол просто. Об этом я не думал никогда в жизни, что там мужик, не мужик. Выходили и играли просто. А ты их возил? Наверное. Ну, не было такого, чтобы... Не, ну мы занимали последние места, мы были там... Последние места? На предпоследнем или последнем месте. У нас команда была молодая, там по 17, по 18, по 19 ребят, там по 16 кому-то было. Ну, это прям закалило тебя? Да. Нет, обычно рассказываешь, что бывают стычки с мужиками, что если там что-то где-то кому-то прокинуло, обвёл кого-то. Не помню, что мне кто-то там что-то делал. Или вас не воспринимали, скажем так. Ну да. Ну у нас там счета были, там 10, 2, 10, 3, там нормально. Ну а старички были в команде? Нет. Не пихали? Нет, вообще все молодые. Молодая команда была. Я понимаю, что сейчас все зрители, которые смотрят наш потрясающий подкаст, заинтересованы только одним. Они уже вообще в целом не слушают, что происходит. Им интересно только то, как расшифровывается МЦПУФП. Я для всех наших уважаемых зрителей расшифровываю Межрегиональный центр подготовки юных футболистов при Волжье, Мордовия. Угнал туда. Тоже, я так понимаю, ненадолго. Ну... И почему именно туда, кстати? Были еще какие-то варианты? 11 класс, год. Год там вроде где-то был. Год или полтора, что-то такое. Другие варианты были или сказали тут туда прям? Да нет, предложили, я поехал, все. У тебя были мысли, когда-нибудь вообще закончить футбол? Нет. Никогда? Нет. Даже вот вчера, например. И периода такого не было. И периода не было. Пока нет. Нет, вообще никогда не было такого, чтобы я там хотел закончиться с футболом. Об этом никогда не думал. Просто играл, занимался тем, что мне нравится. Ну, а цель какая-то? Вот в детстве, я не знаю, я себя помню просто, я всегда ставил себе какую-то цель. Даже в маленьком возрасте, там, я не знаю, хотел выйти там в майке сборной России. Играть за какой-то большой топовый клуб. У тебя были такие, может быть, у тебя были кумиры, команда, которая тебе нравилась, где-то хотел играть. Постеры? Ну, у меня были постеры и Манчестер Юнайт, это и Реал Мадрида. Это 100%. Ну, я всегда хотел, понятно, там, играть в таких командах, как и Мью Реал. Там были цели, там, хотел всегда услышать, там, гимн Лиги Чемпионов. Это там есть до сих пор цель, услышать это. Поэтому, конечно, цели были, стать там знаменитым футболистом и также висеть на обложках потом. А из футболистов, как я понимаю, Робин сразу был или до него там еще в детстве кто-то там восхищался? Нет, раньше был Дэвид Бэхом, я, наверное, больше. У меня тоже. А потом вот уже Робин, да, там. А из русских клубов кто-то нравился и переживал, болел? Может, в детстве всегда кто-то? По-любому да. Да, по-любому да. Сейчас скажет Динамо. Нет, скажет Спартак сейчас. За клуб? Да. У нас честно отвечает на область. У нас честно отвечает. Подожди, чтобы ты понимал, Нинахов пришел и сказал, что он болеет за Динамо и вообще хочет играть в Динамо. Без шуток. Да. Не, ну в детстве мне нравился один клуб в России. Какой? Ты это? Нет. Нет? Нет. Какой? ЦСКА? ЦСКА? В детстве мне нравился, да, ЦСКА клуб. А почему это? От родителей как-то? Не знаю, просто как-то смотрел по телевизору, не помню, с дядей или с кем-то, и все, мне нравился. С Луцки был тренер? Нет. Я с ним поработаю точно, сколько? Вот бы мы денег занести бы. Занесу бы мы 100%. ЦСКА в тот период кто там играл? Это все наши, Вагнер, Карвали. Да. Да? Ну. Я против них еще поиграл, кстати. Кстати, твоя самая популярная фраза в этом подкасте. Когда называешь какого-нибудь педатого игрока, Дима такой. Я где-то с ним поиграл. Где-то и поигрался. Текила? С ним тоже было дело. Так. Ну что, Мордовия, значит. Что там? Ты уже стал постарше. Ну, соответственно, ходишь на тусовки, наверное, хочешь ходить, как-то проводить время. То есть это уже не Нерингре, это уже более такое цивилизованное какое-то пространство. Что было? Ну, помимо тренировок, понятно, они были там, еще что-то. Но как выжить людям в Мордовии? Короче, первый день я приезжаю туда на автобусе в Сталин-Утальятти из Саранск автобус. Меня высаживают на ЖД вокзале, звонят тренеру, что делать. Говорят, ну, садитесь на газель. 47-я или что-то такое было. И Макар такой, заводь, хуйня. Тогда я, честно, был в шоке вообще. Я сел на газель и поехал где-то час, наверное. И он говорит, вот на этой остановке выйдешь, я тебя встречу. Он меня встретил возле парка и повел на стадион. А там была внутри стадиона гостиница, где дети все жили. Захожу, и в комнате там по шесть человек живет. Ну, между прочим, в Нерингере у нас жило всего по два человека в отеле. И ты такой, я обратно. Как приняли? Вот ты заходишь, в комнате шесть человек. В хату зашел, что сказали. Во-первых, да, подростки, они же довольно жестокие в целом, да. То есть я просто, когда пришел в Нефтьюганске на футбол, первое, что мне устроили, темную в раздевалке. Я сейчас не понял. Это очевидно было. Мог не рассказывать. Я просто, я с этим никогда не сталкивался. Ты так же в кепке в очках зашел? Нет, я просто пришел такой, типа, принес сменку, там что-то переодеваюсь, выключается свет, и начинается какая-то толкотня. Ну, я там что-то с кем-то подпитался, они включили свет, такие, типа, ну, что-то как-то не особо получилось, такие, ладно, пойдем тренироваться. Я такой, а что это вообще было? Потом, ну, поспрашивал, сказали, ну, это обычная такая традиция, я такой, странная какая-то традиция. Ну, если подпитали, было понятно. А так ничего не случилось. А они так друг друга отпитали. Ну, они не только промахнулись, не знаю, ну, короче, неважно. Там что у тебя было? Шесть человек в комнате, ты заходишь? Ну, понятно, там, всегда принимают не сразу. Честно, я не вспомню, но знаю, там, через неделю уже все было хорошо со всеми, со всеми подружился, со всеми хорошо общался, поэтому проблем не было никаких. За счет твоих футбольных качеств они на поле тебя увидели, такие крутой пацан, или в быту вы там что-то с ними как-то задружились? Я думаю, в быту и на футболе все нормально было. Проблем не было. И плюс у меня там были ребята там с Талияти еще, которые в этой школе учились играть. Мне было легче гораздо. Ну, все, да? Да нет, просто я думаю, что в быту они такие, типа, на поле классно играют и дошек пи***а-то заваривают. Ну, заваривал, да, было дело. А в какой момент ты понял, что по стилю подходишь? Ну, типа, вы похожи с Робином? И, как я знаю, ты отрабатывал прямо эти моменты. Удары, смещение, обыгрыши. Откуда у тебя это вообще? Какой Робин? Странный выбор. Робин из Нерингри. Робин из Таляди. Не, я просто говорю, что мне нравится этот футболист, потому что он левша и плюс-минус, там, я знаю сейчас с детства, что вот так же плюс-минус заходишь в центр, бьешь. И я как-то увидел его игру, все его нарезки голы, и мне очень нравилось. И читал его интервью, смотрел его видео на Ютубе, как он обыгрывает, бьет. И плюс-минус я так же старался отрабатывать это все. И ты прям после тренировок оставался один? Я остаюсь до сих пор, да. Поэтому задержался. Да. Почему Дима ты задержался, непонятно. Слушайте, так вы... Я тоже отрабатывал. Ты тоже, Дима, уехал в Томь, еще будучи молодым пацаном. Вообще, да. Ира уехала в Рязань. Ой, ты знаешь. Ну, Рязань это так себе еще. Вот в фильм, когда я уехал... Не, ну, Томска и Рязань ты, конечно, сравнил. Не-не, подожди. Я просто делал в том, что я переехал в Москву, когда уже достаточно взрослый был. А когда ты подростком переезжаешь, как это вообще оторваться от семьи, от дома? Слушай, мне было тяжело очень. Потому что это было мое решение. Агент предложил только один вариант. Типа, если хочешь, вот. По дублю здесь ничего не было. В Москве есть вариант в Томск. Туда будешь тренироваться с дублем. И потом уже будут брать за основную команду, потягивать и смотреть, как ты будешь прогрессировать. Я принял решение, поехал. Это было 18-19 лет. Но я приехал, там были все намного старше меня. Вообще не было моего возраста пацанов. Было очень тяжело. Погребняк Паша был тогда. Вот он взял меня под крыло тогда. И мы попали сразу за подню. Через месяц. Когда мы в стриптиз сходили, меня притащили. И туда заходит Петраков. Да ладно? Да, там история была. Я сидел на базе, в гостинице возле стадиона. Одна комната такая маленькая. Я там жил месяц. Вообще никого не было в тренировке. В гостинице кушал после тренировок на стадионе. И все. И спал. Ждал тренировок. Месяц я так жил. Потом у меня сняли квартиру. Квартира была еще хуже. Я как раз поел доширак, сосиски. Вот это все. Потому что нечего. Шоколадки и так далее. И Паша мне звонит. Говорит, все, сегодня идем гулять. Ты с нами. Я говорю, Паша, не хочу. Мне неудобно. Там старшим. Говорит, нет, нет. Все, пойдем. Я говорю, ладно. Приезжаем. Посидели в ресторане с командой. Я не пил. Говорю, нет, я не пью. Они такие, давай. Нет, нет, нет. Все. Я отказался. Говорю, не буду. У меня футбол. Там задачи, цели. Он говорит, все, переезжаем сейчас. Поехали в стриптиз. Я говорю, да не поеду. Я говорю, не дай бог, что-то там расскажут. Зачем мне это? Нет, ничего не будет, не переживай. Сидим. Забегает охранник снизу. Говорит, все, ваш тренер, говорит, идет. Я говорю, какой тренер? Петраков, говорит, поднимается. А там игра была. Я не помню, на кубок, по-моему, играли. Выиграли игру. Они отмечали, типа. Я в углу так забился. Я в кепке был. Я забился в угол, сижу. Заходит Петраков. Такой смотрит с нами. Там, ребята, доктора, массажисты, короче. Он такой, уволен. Массажист второй. Раз дальше, короче. Его не тронул. На меня смотрит. Кепку, б***ь, сними. Я такой, просто я пропотел. Я думаю, ну все, карьера закончилась. Снимаю кепку. Он говорит, не с того начинаешь, сынок. Я, б***ь, раз все потух. Короче, он всех разнес. На следующий день тренировка у нас восстановительная. Я заезжаю на базу. У меня колодия не спала, переживал. Выхожу, и он стоит. Я говорю, доброе утро. Говорит, Петраков. Доброе утро, Диман, как дела? Че, как вчера отдохнули? Че, как это, короче. Просто. Или он забыл просто, что я там был, знаешь. Но такая история была. И, блин, это у меня урок был на всю жизнь. Поэтому. Да. Ирина, твоя история? Ирина, ты была? Пражинский футбол. А, Пражинский? Короче. Давай. В Рязани что-то было? Какие у нее были сложности в Рязани? Не, подожди. До Рязани расскажу про самый лучший клуб для меня. Блин. Черт. Я надеюсь, что мы это, если что, вырежем. Так. Мы ничего не вырежем. Короче, я хотела побыстрее свалить из дома, потому что у меня большая семья, и надоело, хотела самостоятельной жизни. Я перехожу в клуб, и там все почти взрослее, чем я. Вот. И первая сходка с командой. Мне ставят бутылку. Говорят, пока не выпьешь всю. Мы типа... Бутылку чего? Либо ром, либо водка. Я думаю, водку 100%. Ну, короче, набухались все, я тоже в хлам. На следующий день приходим на тренировку, и мы стоим, и тренер такой, ну что, кто вообще не может, поднимите руки. И девки там поднимают, полкоманды я стою такая, в смысле, так честно, можно? Он такой, ну все, короче, у вас там пару кружочков, и уходите. И я такая, блин, почему я руку не подняла? И я вливала до конца тренировки, добежала. Потрясающий женский футбол, друзья. Да. Слушай, Дэн, вопрос, откуда у тебя вот такой характер, знаешь, у тебя вот характер, мне он нравился всегда, ты неуступчивый, упертый, и еще знаешь, что ты там играл с мужиками, откуда пошло, где там тебя били по ногам и так далее, откуда у тебя вот этот такой мужской именно заряд с детства, родители? Мне кажется, с детства, потому что рос всегда в компании более старших мне людей, там на 4-5 лет, ну и, понятное дело, меня там всегда в детстве там обижали, и, наверное, оттуда все было. Получал 5 рублей в дворе? Да, получал 5 рублей. Нормально, как и я, то же самое. А вы не общались в Рубине? Ну, как бы, нет, он мне говорит, не надо, я говорю, иди сам, и вообще не общались. Ну, как будто бы вы увиделись там первый раз. Нормально общались всегда. Я так думаю. А ты как? Нет, мы нормально общались, и часто ужинать ездили по вечерам. Да. В 6-9. Вдвоем. В домино. В 9-6. В домино, конечно. В 9-6, а не в 6-9. Что будет футболиста Рубина в домино, кстати? Какие вот самые популярные песни? Я не помню уже. «Сказка в моей жизни». «Сказка в моей жизни»? Обожаю эту песню. Фантастику. Знаешь, как я ее пою? Да? Я спою ее. Конечно, топ. А ты ее ставил в «Локомотивской раздевалке»? Не, ну такие песни мы не ставили. Но пел после игр всегда. «День победы», а потом вот это. Давай, спроси про мой трек еще. Давай. Я жду вопросов. Подожди. Когда новый трек? У тебя что, есть твой трек? Слушай, иди в жопу. Слушай, у тебя, ну, все, с кем я общался, спрашивал, типа, вот Денис Макаров, они говорят, ну, это вообще отморозок отбитый какой-то. Серьезно? Ну, серьезно, да. Типа, характер жесткий, туда-сюда, проблемный, может что-то наговорить, вспылить, самая большая проблема, которая связана с тем, что ты вот такой вспыличивый парень. Вот прям вот первое, что тебе приходит в голову, когда у тебя реально были проблемы. Ко мне нет проблем вообще не с ним. Я всегда добрый, вы открытый парень, поэтому если у кого-то есть проблемы, но у меня нету. Хорошо, я всем вот кого спрашивал, всем передам. Так скажу, что хоть он добрый парень, он так сказал. Слушай, у меня есть инсайт один. О, давай. О! Инсайт. Я думал, он удивится, но может понять, откуда. Так, давай. Барина. Правда, что ты зарабатывал на том, что продавал, собирал экспрессы и продавал их? Было такое? А? Было? Красава. Расскажи просто. Я честно, я честно, два или три раза попал на эту херню. Я не удивлен. Спасибо. Дим, ну, заинсайт просто. Я думаю, что один из них был он. Я хочу свои бабки обратно. Мне это клуб сейчас, Леонид напиши. Тысячу рублей там переведи, все. Сто процентов заходит. Да, да. Это был ты, по-любому, я чувствую. Расскажи, где это было. Дима Тарасов, зарплату в локомотиве 2,5 миллиона. По экспрессу, заработаем. Дима такой, ду-ду-ду. Короче, это было в Саранске. Ну, не было денег. Нам там также ничего не платили. Родители прислали там по 5-10 тысяч. Но тогда мне уже было там 17 лет. Я уже был в 10-м классе. И в своем годе, в 98-м, мы тренировались. У нас там был один парень такой, Саня вроде его звали. Не помню сейчас уже, честно. И он продавал ставки на спорт. И я что-то с ним разговаривался. Я ему говорю, да создай группу. Вконтакте типа. Я также создал группу. Делал всякие разные скрины там. На пробные давал. Ну, и знаешь, там 10 человек отправишь. Там 5 зайдет. О, типа, красавчик. Давай еще один. За 100 рублей. Да, там я говорю, следующие 100 рублей. Там, знаешь, 10 человек выбирал. Одному 0,3 писал. Второму там разные счета. И так вот до 1000, до 5000 доходило, да. Вот я ищу просто у себя в сообщении вконтакте. Долго это для вас? Или тебя как-то поймали, взломали? Да нет, просто тогда забросил это все. Ну, а ты реально угадал-то? Ты прям делал анализ? Было, да. Было, да, так угадал. Да, вот, я вижу. Денис Макаров, у меня сообщение есть вконтакте. Да, смотри. Это не в своей группе было вообще. Он мне в личку писал, смотри. 29-й тур, Ростов-Локомотив, победа Ростова. 100% бери. Тарасов на лавке. Можете нам сейчас не мешать? Я сейчас открою. Собери мне экспресс, пожалуйста. Ну, 3 коэффициента пойдет. Нет, тогда это, знаешь, как получалось. Но нет денег. Хочется там покушать, погулять, сходить. Ну, то есть ты последние свои деньги мог на это... А если бы не выиграл или... А причем я не ставил. Так, ну что, в Мордовии ты выжил. И такой, думаешь, чем тебя еще поразвлечь? Поеду-ка я в Оренбург. Да. Да. Коллегу Вертеникову. Оксанычу. Ну, как появился этот вариант? И как ты покинул хлебную Мордовию со ставками? Была игра в Саранске на КФК, и как раз у них был какой-то перерыв. И команда молодежной лиги, ну, раньше, когда еще молодежка основа была, приехала играть к нам на КФК. И я играл против его команды. И приглянулся Веретеникову? Да. И он меня пригласил через пару дней сразу после игры. Как ты об этом узнал? Он тебе позвонил, не знаю, пришел... Позвонил его помощник, пригласил на просмотр. Я приехал на просмотр к ним в конце ноября, где-то в часах 28-27, там как раз 10 дней оставалось, да. Чемпионат, пауза. Прошел просмотр, и все, я остался там. Ты любишь самые холодные места, приезжать еще зимой всегда, прям, чтобы испытать вкус их жизни. Так, в Оренбурге ты за основой, так понимаю, и не сыграл? Нет, только был на сборах. И чего видел там интересненького? Людей? Довольно долго там был, кстати. Людей, полточки оренбургские. Ну, был долго, да, в Оренбурге полгода молодежки, год второй, полтора, получается. Играл вот на этом замечательном стадионе, на полторы тысячи человек. Да, на прекрасном стадионе, да. Удобный стадион, кстати, хороший. Ну, в целом, да, кстати, а что, он был недавно там. Уютно. Класс. Да? Мне в целом ответ устраивает. Вам нравится? Поставьте лайк, если еще этого не сделали. А мы продолжим. А там платили тебе деньги? Не было проблем? Там уже, да, платили. Сколько? Помнишь? Первый контракт был 15 тысяч. И через... Премии были? Тогда за игры? Не помню. Не вспомню. 15 тысяч первый месяц, второй месяц мне подняли до 30, что-то такое было. Значит, в Оренбурге ничего интересного не было, просто полтора года болтался, кайфовал, 30 тысяч получал. В быту что-то было интересное? Может быть, кто-то из старших товарищей, кто взял тебя под крыло? Веретейников, может быть, его методы какие-то? В основном составе Дима Андреев и как раз сейчас у меня тренер АД, который был в основном составе, он меня взял под крыло, да, там они вместе. Когда я был с основной командой на сборах все время. Расскажи что-нибудь про него, он же вообще офигенный чувак. Да, согласен. Да и все в целом. АД хороший парень на самом деле, и я считаю его хорошим бывшим футболистом. И сейчас мы с ним там на одной волне нормально можем вспомнить, что было раньше. Были приколы на тренировках, когда, ну, с старым же не нравится, когда вас возят молодые ребята на поле. Спасибо. Пенсионный фонд России с Вересием. Я старый. И они начинают там сразу прыгать, что-то ломать. И вот мы вспоминали пару историй с ним, когда он там прыгал у меня, катился. Он жестковатый, да? Ты любишь обводить, а он любит ломать. Да. Нормально вы встретились. У нас тоже такое было. Было же, да, Паверон? Да. За рыбу. Ну, когда он Робена делал, а я уже читал эту историю, встречал. Ну, потом Зу из-за меня там стил вроде. А потом Зу, бля, там стил и ногу мне сломал просто на тренировках. Кому тебе? Да. Пипец. На двухсторонке. Да, это последний сбор, третий сбор был у нас. Что-то пару дней осталось до конца сбора. На следующий день выезд домой. У нас предыдущая тренировка, играя, отъезд домой, типа, готовимся к чемпионату уже. Он просто прыгает. Я у меня мяч отобрал чисто, с мячом двигаюсь, он сзади разбегается, прыгает, у меня перелом. Малоберцовый. А ты ему что сказал после этого? А, короче, ну, я вообще в шоке был тогда. Я набрал форму хорошую, и Викторович ко мне нормально так, на тот период, потому что он меня брал изначально, типа... Да, что-то нам помог тогда. Да, первый месяц, первый сбор был как бы просмотрован, он сказал, все окей. Потом я набрал форму, как раз то это случается, он заходит ко мне, Викторович, со всеми тренерами. Я уже после больницы приехал с гипсом, и мне надо было операцию ехать делать, мы думали, где. Они зашли, говорят, типа, не переживай, типа, восстановишь, продлим контракт с тобой, типа, все, не парюсь, а мне вообще мыслить там контракт вообще пофигу, то есть у меня и возраст был, я только вот, как бы, знаешь, и думал уже, что делать дальше. Вот, и лежу, короче, и Зуй решил через час после этой хуйни зайти ебать. Такой, я в комнате лежу, он заходит, Дима, у меня вот бутылка была, я просто как хуйня. Ну тогда жестко. Ну просто, ну, жестко. Ты надолго выиграл. Да, согласитесь, это вообще не... Это было жестко, да, вообще. Красиво, не... Сколько по времени ты восстанавливал? Ты же поиграл за Рубину еще, получается, я помню, что в каком-то матче на замену выходил. Не, ну просто я уже там набрал форму, тяжело было уже, просто реально. А ты как раз пришел, ты был... Ты долго какое-то время не играл, вроде нет, когда ты там пришел, да. Когда только пришел или когда-то постраму уже? Ну вот после этой травмы. Постраму долго не играл, конечно, потому что все были, все сборы прошли, играли, и я вот восстанавливался, восстанавливался, было тяжело уже просто набрать форму оптимальную. Ну ты простил его? Вы как-то пообщались потом после? Да, конечно, простил. Ну, типа, это нормально, просто я не знаю, как это, когда... Конечно, простил. Зуй, б**, где ты меня видишь. Мне кажется, это стрёмно, типа и самому человеку, который на него стравма, наверное, не очень. Ну, там, знаешь, такая ситуация, еще Викторович, конечно, подлил, если честно. Он всегда подливал. Он всегда подливал, и он играл тогда, по-моему, левого защитника же, да, он его ставил на позицию, и он там, ну, там какая-то мини-двухсторонка была, предыгровая, и он его завел, типа, ты там, типа, что как тряпка играет там жестче, там, знаешь, он его завел, у него, видно, планка поехала, и он решил на мне оторваться, и так получилось некрасиво. Ну, он морально прибивался с боро-то там просто. Расскажите про методы Слуцкого. Вот, например, кто там, Деспот, да, что-то говорил про него? Я не помню, что говорил. Если вдруг вы читали интервью Деспота, скажите, а тебе как со Слуцким работалось? Я так понимаю, что... Но это лучший тренер твоей карьере? Я скажу, он мне многое дал, что сто процентов. Но многое и взял, б***ь. Ну, и взял, да. Но нет, Викторович многое дал, да, как многое взял, но я благодарен там ему за то, что он мне там дал дорогу и раскрыл меня, да. Я ему за это благодарен. Подожди, там же была история, что когда ты переходил в Рубин, у тебя... Слушай, давай поэтапно. У нас после Оренбурга что было? Нефтехимик. К Рубину вернемся. Нефтехимик. Это мы просто так эти истории вкидываем. Нефтехимик потом. Как ты туда? У тебя агент был или еще не было? Да нет, туда заставили перейти просто. Заставили? Ну, как сказали, просто идешь туда и все. Больше вариантов нет. А кто сказал Веретенников? Нет. Он не хотел тебя отпускать? А его уже тогда не было. Его убрали. Да, и вторая лига уже была с другим тренером у нас. Просто руководство сказали, там, идешь туда. У тебя контракта уже не было с Оренбургом или в аренду? Как это было? Я подписал с ними на ООО просто и все. А как вам, кстати, вообще история насчет лимитчиков? Я как раз пошел туда в плане лимитчиков. Да, да, да. Ну, вот просто мне всегда было интересно. Это прикольно для игрока, который переходит, как бы. Но вот как для команды, что ты понимаешь, что игрок придет, скорее всего, всегда будет играть. Потому что лимитчик должен быть на поле. Ну да, там ребята не особо были рады. Потому что у нас несколько лимитчиков с Оренбурга перешло туда. И тогда ребятам чуть было неприятно. Я думаю, только один должен играть. Ну, у нас просто пришло в команду несколько. Все равно кто-то бы из нас играл один точно. И для них это неприятно. И кто это был? Тогда играл я. А я просто не понял, лимитчик, это что такое? Лимитчик, это, короче, игрок там 20 лет должен быть? Возраст определенный. Да, возраст должен быть на поле. И тогда их было несколько вроде вообще. Ну вот, не помню просто... Два игрока должно было быть на поле. Это как с легионерами бывает. Да, я понял. Как мы к этому относимся? Это же искусственная какая-то херня или это нормально? Типа это растит футболистов? Нет или это херня? Ну знаешь, с одной стороны, мне кажется, это растит. С другой стороны... Если вы такие, как Макаров, то наоборот. Ну типа да. Он говорит, я по-любому буду играть, но как мне тренироваться? Вот, вот мне. Про это я как раз... Показ «Плохие футболисты», напоминаю, называется. У нас было много. Там пять лимитчиков. И играло только двое. Команды было пять. Назаводили почти постоянно, да, во все команды. Это нефтехимик было. А кто там тренер был тогда? Юрий Романчат Кульбаев, который потом был в Рубине главным тренером три месяца вот сейчас. А они где играли тогда на тот период нефтехимик? Мы были во второй, вышли в ФНЛ. Команда выиграла и ушли. О, расскажи, праздновали? Конечно. Что было? Там же тоже стадион на полторы тысячи. Ты, в принципе, с трибунга переехал такой, типа ничего не поменялось? Чемпионство мы вообще выиграли там в Сызрани. Был хоть раз в Сызрани на стадионе? Да. О, на стадионе нет? В Сызрани вообще был, да? А стадион там видел? Нет, никогда. Там 200 трибун нет? Да его там не видно. Там не видно. Сейчас загуглю. Ты рассказывай пока. Там вообще просто 200 мест обычных, и мы там выиграем чемпионство. И что делать? Ничего, тренинг нам шампанское. То есть вы... Три ящика шампанское в артеалку занес, мы стояли, обливались. Ну, а когда вернулись потом, не отметили? Типа не было командного? Нет, у нас было командное мероприятие. Мы потом пошли, как обычно, там в ресторан. Посидели, погуляли всю ночь, отдохнули, и потом все разъехались. А сколько премию дали за выход в ФНЛ? Были премиальные? Да. Ну, ты не помнишь. Я понял. Короче, у нас за победу где-то было 50-90 тысяч за одну победу во второй лиге. Куда бабки вообще? Нормальные. В второй лиге это вообще очень хорошо. Богатый, хороший. Потому что не в Тихим вот эта контора. Сейчас не нужны им игроки? Я бы смог. Я бы тоже. Боюсь. Боюсь. Ты как, ты с нами? Походу, да. Команда Мечаса, она восстановится через два года? Может быть. Так, это за игру были 50. Типа бонусы какие-то? Ну, короче, я скажу так, что я заработал на квартиру там всеми премиальными, всей зарплаты. На квартиру там? Да, вот где-то. Все время, работая в Нижнекамске, я купил себе квартиру в Толейте. А скажи, ты вообще из каких вот категорий футболистов, которые получают деньги, экономят? Или которые такие, пойду... Или как Дима. Ну да, или как я. Я из первой категории, которая получает экономит. И экономит. И правильно распределяет, да. Это откуда у тебя? Только не говоришь, что из института, из которого ты учишься. Я думаю, знаешь, это с детства научился считать деньги, когда их вообще не было. И вот с интерната, там с 15 лет, с Аранска, Якутия, ты как-то учишься экономить, и потом со временем... Сейчас так же? Да, сейчас так же все. Молодец. Молодец. Ну а ты чего? Да я п***ец. Не было... Я ложился один роман. Дело же в том, что важно, чтобы был человек рядом, который говорит, слушай, братишка, понятно, ты получил свои 2 миллиона. У меня был такой человек. Кто? Но не буду говорить, но потом... Скажи, она поет? Сука. Я не могу, каждый подкаст, а да, это шутка, она уже не заходит, но Ире смешно, и хорошо, ладно. А ты че раз тогда? В смысле, а и можно, нет, а там людям. А, людям, да, у нас вот садьонцы в России. Там люди, Дим, там люди. Ребята? Вот сейчас вот ты сколько откладываешь процентов со своей зарплаты? Подожди. Ну, давай. Процентов 80. Вау. Блин, у тебя майка одна стоит 80. Ты же знаешь, какая у меня зарплата. Я не знаю. На сколько зарабатываешь в месяц? Хватает, не жалуюсь. Подожди, сколько? Ты живешь в Москве на 20 процентов. Знаешь, он злопамятный, ты ему отказал один раз, он сейчас будет, и тебе просто обороняйся. Подожди, да нет, я спокойно на самом деле. Я похож на такого человека? Нет, конечно. А баланс карты какой у тебя сейчас? А, пин-код? Нет, просто, ну, открой приложение, покажи, чтобы мы понимали вообще, какой уровень вот этого. Опа. Ты привел этого мужчину? Да, со мной. Кто он, кто он тебе? Так он как раз из банка. Он следит за фигуркой кожаной. Мне кажется, он наоборот заберет у меня сейчас деньги. Он из Тольятти как раз. А, да? Он из Тольятти? Тогда да. В Тольятти топ. Лучший город земли, друзья. Вершим криминал в России. Слушай, я знаю просто про Казань, то, что у тебя был бизнес в Казани. Ну, это такое, знаешь. Ну, никуда из такой бар открыл в Казани. Попробовал поиграться. Ну, это правильно. И все, мне не понравилось, я сделал на этом выводы, и все. Не понравилось, ты потерял все или просто? Да, я потерял сумму, и мне не было на это времени, и поэтому все закрылось, и все. Ну, было-было, больше никогда такого не будет. Сейчас есть какие-то? Нет. Нет, да? Сейчас просто играешь, копишь, и думаешь, куда дальше. Подожди, а как бизнес в Казани возник? То есть пришел какой-то предприимчивый чел в Кожаной Курске и говорит, давай заведем бизнес. Или как это было? Просто это же не просто... Дэн, послушай меня хоть раз в жизни, да? Или ВКонтакте в группе тебе кто-то написал. Аренда есть помещение. Топовое. Инфосотка. Инфосотка. Проходимое место, так. Во-первых, где это было, чтобы люди понимали? Может, там кто-то был в этом месте? Это бар был? Вообще, он назывался, да, бар 25-10. Пивной бар. Ну, скромно. Надо было еще Макар добавить просто. Почему 25-10? Откуда название? У меня 25-й игровой рэш-номер был, а у друга, с которым открывал, был 10-й. Ну, он раньше играл там. Ага. Понял. И у Рашлятки. Кардениса, бар. Такое старое кресло такое было. Это Карденис или Слуцкий, я не знаю, кто тебя туда в Казани открыл. Да. Турецкая кухня. Короче, прогорел он полностью. Потеряли деньги. Ничего не зашло. Сделали ремонт. Там парились, там, 3-4 месяца. И в итоге... Ну, хотя бы месяц была какая-то выручка. Вот кайф получил хотя бы. Я пипонул там. Да? Ты. После игры. А я уже, наверное, уехал, я не помню. Ты как раз, по-моему, только построил, только ремонт. Потому что я уже не застал. Ну, короче, пару месяцев он прожил. Не, какие-то люди приходили, но ушло все в убыток. Ну, пару раз я там отдохнул. Типа в своем баре. В своем баре. Да, я в своем баре. В принципе, мечта была. Селф-долго. Сделал. И потом его просто отдали все. За долги. Грустно. Сейчас минуту молча не пройдет, подождите. Так, что, возвращаемся? Командор. Подожди еще. Еще? Два 20 секунд еще помолчим. Давай. Я бы как-то сужал. В память о всех барах, которые закрылись в бутык. А все мне выпьетом пиве. А всех не сетили кредит. Нет, кстати, оттуда все выпили, не переживай. Ты я и вижу. Подожди, сколько тебе потребовалось времени, чтобы закрыть? У меня вопрос возник. А что в баре было? Там еда или только пиво было? Нет, еда и пиво все было. Кальян, пиво, еда. Кальян был? Конечно, футболист же открыл. Прикольно. Как без кальяна. Кстати, Дима у нас просит. Давайте, друзья, проголосуем. Дима у нас просит, чтобы мы кальян здесь поставили. Но есть небольшой риск того, что мы будем с Ирой и с гостем болтать. А в это время будет вот так вот. Все время Дима будет сидеть вот так вот с трубкой. Так что давайте проголосуем в комментариях. Если вам ок, то в следующем выпуске будет кальян. Ну, послушая вас, мне кажется, что надо открывать этот, караоке. Караоке? Они барчики всякие, да. Вы всегда проходите. Весь с трепухой сразу, кстати. Дождь на окнах. Смотри, есть инфа 100%, давай вместе откроем. Все понятно. Назовем 25-23. 25-17. Почему 17? Потом объясню. Там будут бледные люди, там вообще в целом очень интересно будет. Так и что, ты разочаровался в бизнесе. Вот, например, я тебе предложу, скажу тебе, Дэн, тема 100%. Типа, с кем ты советуешь на эту тему? Если тебе что-то предлагать. Так один близкий, да, которым я общаюсь. У которого... Который... 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 Считает... С людьми, которыми я общаюсь, они мне помогают. Мужчина, у вас бортетка выпала, может? И цепь. Четкий. И кастет. Так. Вот они мне, в общем, помогают. Все, весь бизнес, там, что мне предлагают, там, открыть, там, помочь, куда-то вложиться, я всегда говорю нет, потому что мне это неинтересно, у меня был опыт, и своими финансами я распрягаюсь сам полностью. А жена помогает? В трате денег. Да. В чем ты с ней познакомился? Где она приглянулась тебе, эта красотка? В офисе. В офисе? В офисе. Крубина, когда к Каменту заходила, зарплату посчитайте. Не, в офисе Динамо. В офисе Динамо. Друзья. А в Динамо, кстати, вообще никогда таких историй не было, чтобы сотрудники и сотрудницы, например, и футболист, замутили. По-моему, ни разу не было, правда? Так, и что? Ты заходишь в офис, а там она, что она там делала? Работала. Деньги дала? Кем работала? Чем не знаю. Нормально. Секретарь. Ну, моя хорошая. Так, и что? Искра в какой момент пролетела? Искра? После того, как она сказала, кофе сделаете? Да нет, Искра вообще пролетела после этого давно уже. Увиделись-то мы еще с ней пару лет назад. Первый раз. А Искра пролетела, наверное, год назад. Там что-то списали с ней в Инстаграме. Пошли погуляем кофе. Ты написал первый? Да. Вот, это отдельный жанр, кстати. Футболисты пишут девушка в Инстаграме. Но ответил на историю она мне сначала. Да? Огонечки поставил? Огонечки поставил. Огонечки? То есть, если огонечки ставишь, это что-то значит? Дим, я тебе потом объясню. Это вот сейчас и молодежь так видит. А что такое огонечки? Это я тебе сегодня пришлю. Сейчас открою историю сейчас, Диме огонечки. Если ты мне огонечки прижлешь, это... Ты колокольчики. А, я тебе прислал огонечки. Дима, Дима, ты колокольчики знаешь за то, да? Колокольчики знаю. А, ребят, давайте... У нас есть внутричок, чтобы ты заплакала. Я сейчас расскажу. Давайте расскажу. Это же интересно. По колокольчикам? Да. У нас есть чат подкаста, где, короче, мы скидываем колокольчики, когда кто-то из участников этого чата потрахался. Вот. И раскинуло. Я просто, на самом деле... Один колокольчик. Да, дело в том, что мы сидели в кальянной, сидели, общались, и Дима ушел в туалет, и приходит в чат колокольчик от Димы. Мы такие, Дима, и... Это был единственный колокольчик от Димы, если что. А ребенок у него будет четвертый, кстати. Поздравьте его, если еще этого не сделали. У нас вот в группу что-то колокольчик прислал. Все, давайте гости вернемся, пожалуйста. Ну, мы сегодня, кстати... О! Ты еще здесь. Так. Что ты хочешь посмотреть? Как я тебе огонечки поставил? Смотрите, вот мои сторис. Ну, как я тебе огонечки поставил? 7 сентября в 21.26 Дима Тарасов сидел, смотрел Инстаграм, и такой, хм, что бы мне сделать огонечек легкий? Спасибо. Так, на чем остановились? Ты ставил ей огонечки. Нет, она поставил. Подождите, мы разобрались, нет? Открой пока, мы у него поспрашиваем. А, часто и пишешь? Ну, бывает. Хороший какой, романтик. Ладно, хорошо. И что, поставили огонечки? Ты написала, и пойдем сходим куда-нибудь? Да, пойдем сходим на кофе. А часто вот, ну, как бы рассылка вот эта от футболистов, когда ты куча-куча девочек пишешь, и они такие, типа, ну, не знаю, там кто-то, и кто-то, как это со ставками, знаешь, десяти закинул, два согласились. Какой коэффициент был, что она пойдет сходим на кофе? Так, ну и что, вы пошли на свидание. Да. Она сломалась. Ну, не сразу понятно, в смысле, она как бы пошла с тобой на свидание. Куда вы пошли? Что было? Куда мы пошли? В кофеманию, да? Да, мы пошли в кофеманию кофе попить. Потом отвез ее домой, и все. К себе? Нет, она жила вообще там за полтора часа в центре города. В Тольятти? В Тольятти. А теперь? В Мутищах? Домодедовская. Это не Замка? А, Домодедовская или Домодедовская? Там ТЦ Облака ходила хоть раз? Там на Домодедовской классный, кстати. Я просто там читаю в городе, работал, книжки продавал. Так, правда. Так и что, в итоге сколько вам сюда не потребовалось для того, чтобы ты понял, что это твоя судьба? Парочку. Всего два? Два-три где-то, и потом... А, ну тебе два-три, а ей сколько подарилось? А я не знаю. Сколько, скажи честно. Столько же? А предложение как ты сделал? Предложение? Девчачий вопрос? Да. А, пришел просто домой. Я думала, ты сейчас поддержана. Дома сделал? Дома, ты просто пришел домой, цветы подарил, кольцо. Выходи за меня. Понятно. Ну, дяденька. А там кто-то с башни делает, чтобы вниз посмотрели. Это кто? Да не знаю, там. Моги? Просто в инстаграме. А, этих нельзя. А, этих нельзя? Ну, это Яна Ромашкина сделала плакат и заставила его на Атланкинскую башню поднять. Ты же забыл эту историю? Ну, да. Ну, да. Так все, давайте, Рубин. Рубин, кстати, да. Ты переходишь в Рубин, но... Ты бесплатно перешел? В Рубин? Такие бабки. Платно. Платно? Ну, Рубин, да. Сколько? Сколько заплатили за тебя? Ну, как ты так футбол обманываешь просто? Ну, так как все. Кстати, голосование было, да? Так как все. Сейчас, подождите, подождите, подождите. Денис Макаров обманул футбол. Серьезно? Семь процентов ответили, конечно. Двадцать три. Нет, он топ. Телеграм-канал Павла Городинского. Двадцать три. Я там. Он топ. Серьезно? Конечно. Он топ. Нет, я смотрела гол Зениту. Да, Зениту, Зениту. Ты топ. Чего гол только стоит, согласись? Я смотрел этот гол, знаешь, где? Я ехал с выезда. А я где смотрел этот гол? Мне кажется, мы еще играли вместе. Я на скамейке смотрел. Нет, нет, ты уже не играл. Это был... Подожди, не восемнадцатый год, девятнадцатый. Двадцатый год, кажется, был. Двадцатый? Короче, неважно. Я ехал из Тула, я смотрел матч Арсенала-Локомотив. Какой? Это было восьмое марта, я точно помню. Восьмое марта, сто процентов. И мы смотрели матч Зенита с болельщиками Локомотива в дороге. Я болел за Локомотив, если что. Кстати, лучшая команда страны. Если вдруг вы забыли, покупайте абонементы. Согласна. Сюда, сюда. Спасибо большое. Вырезаем, вырезаем. Мы смотрим, мы такие, типа, ну давайте, руби, нахлобучьте Зенит. И тут этот огород, и тут Макаров несется через все поле. Одного, второго. Ну, скажи честно, когда он одного убрал, ты такой, что ты делаешь? Нет, нет, нет. Он же вообще машина. Сюда сто процентов. Вот, знаешь, чистое, чистое, знаешь, есть вот диванные критики. Да что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Второй раз, блядь, ты опять, наверное, да? А так же было, блядь. Все, ты пошел? Давай, мы справимся. Дело закрыл. Так вот. Я обрадовался. Правда, спасибо тебе за этот гол. Я, это было круто. Это было офигенно. Самый лучший гол, да? Самый лучший гол на планете Земля, кстати, как сказали недавно. Выбирали лучший гол и выбрали его. Но дело не в этом. Дело ведь в том, что ты, когда переходил в Рубин, ты завалил медосмотр. Или там что-то у тебя было с медосмотром, какая-то фигня. Со здоровьем, что ли? Нет. Не помню. Не могу тебе сказать точно. Потому что первый, наверное, я не прошел по каким-то причинам. Для клуба, наверное, это было. Потому что потом я поехал в Москву, на следующий день все сдал. И все прошел. Может, какие-то внутренние там были ситуации, я не знаю. Тебе об этом неизвестно? Нет, мне об этом неизвестно. Я знаю, что я на следующий день перелетел в Москву. И здесь все прошло, и все в порядке. Ну, слушай, мне интересно, кто занимался этим переходом? У тебя так все интересно, то тренер тебе помогал, то еще какой-то человек. Тогда занимались. Из нефтехимиков в Рубин надо по-любому что кто-то. Ну да. Был человек какой-то? Нет, был человек. У тебя агент есть вообще? Сейчас другой уже есть. Сейчас другой. Сейчас другой, да. Был другой агент. Ну, вообще, Нижнекамский Рубин, это, по сути, одно и то же. Там один и тот же спонсор. И почему хотели, чтобы я пришел в Рубин, из-за спонсора? Ну, свой там воспитанник. Слушай, у Оренбурга и Зенита тоже один спонсор. Почему не получилось? Тогда я не играл там. Ну, это была молодежка всего лишь. А когда переходил в Рубин, были еще другие варианты? Да, ЦСКА. ЦСКА. Твоя мечта? Потому что я пошел к любимому нашему и лучшему тренеру, Леониду Викторовичу Слуцкому. А он с тобой разговаривал? Да, я прилетал в Москву встречаться с ним. Лично с ним встречался? Да. Расскажи про первый разговор. Я просто, ну, чуть-чуть, наверное, догадываюсь, как он. А где, в Чайхане? А, я не знаю. Обычно, нет? Нет, в Макдонимсу где. Виктор считает. Такой Зенита, ну, что? Первый разговор. Где был? В торговом центре. В торговом центре. В торговом центре где-то мы встретились с шоколадницей. Обожебленный шоколадницей. Вроде где-то. Да, в торговом центре с шоколадницей где-то встретились. Посидели, пообщались. Ну, как был? Что он тебе говорил? Ты мне нул. Оплативаешься в счет? Ну, во-первых, он сказал, что... Кто сейчас закрыл? Давай пополам. Ты ему сказал, что я экономно, иди в жопу. Давай пополам. 80% подсчета, я экономлю. Первая встреча со слудским. Вот вы встречаетесь с шоколадницей. Где-то встретились. Ты один приехал туда? Или с помощником? Ну, с агентом. Я приехал с агентом. Он сидел там за другим столом, потому что Виктор хотел со мной пообщаться сначала. Он мне сказал, что, типа, хочешь видеть меня в команде, переходи сюда, ты молодой, типа, здесь будет больше возможностей проявить себя, раскрыться. А я сижу и смотрю, ну, я его смотрел раньше по телевизору, топ-тренеры, думаю, ну да, я хочу к вам там. Со сборной когда особенно? Не-не, он КВН смотрел. Хочу к вам. Камеди, КВН. Тренировки интересные. А шутил он что-нибудь? Были какие-то? Да по-любому как-то он тебя встретил, наверное, смешно сразу. Типа, ты кто, не сказал такой? Не-не, он подошел к мужику, который эту еду разносил, такой, типа, а, ты не Денис Макаров. Он обычно так делает, всегда он всегда делает вид, что он, типа, не знает, как выглядят игроки, потому что они все конченые. Нет, тогда мне было лет просто 18-19, ну, ты прикинь, тебе там Слуцкий звонит и говорит, типа, давай встретимся. Ты думаешь, а что там, ты сидишь и ждешь вот так вот там. У меня есть одна история, как мне, кто-то позвонил, один тренер важный. Можно я расскажу? Перебить. Он сейчас закончит? Закончи, мне закрыли рот сейчас, молчу. И просто приехал к нему на встречу, мы с ним пообщались и приняли решение, что он сказал, типа, на все, а, он мне про медосмотр начал говорить, что с медосмотром? Я говорю, да вроде все нормально, он говорит, сейчас я все решу, я приезжаю там в Казань, дают там один контракт, я говорю, нет, не пойдет. Они говорят, мне досмотр завалил, я говорю, ну, значит нет, значит в ССК поеду. И вот потом опять звонит Викторович, опять с ним встреча, типа, приезжай назад, все, приехали, подписали. Контракте что не понравилось в первом, который тебе дали? Нули. Ну, скажи, как есть, нам уже интересно. Просто не понравилось в контракт. Ну, типа, условия? Условия контракта мне не понравились. Понятно. Хорошо. Слушай, а с ССК с кем-то контактировал? Агент с кем-то общался или ты? Да, агент общался и я общался и с ним, и еще там был такой Макс, как я не помню. В ССК не знаю. Максим Орешко? Нет, там какой-то Максим был. Короче, какой-то Максим, не помню. Я приезжал на матч Лигы Европы к ним, они меня приглашали. Я смотрел матч, мы вели переговоры, но потом уехал. А тренером кто был? ССК. Гончаренко. То есть ты, понятно, выбрал Слуцкого, а не Гончаренко? Да. Ну подожди, просто я напомню, что обычно после 30-ти люди идут играть во вторую восьмерку, а там ждет Гончаренко, Талалаев, и вам придется встретиться в любом случае, так что ты сделал правильный выбор. Не, ну я считаю, Гончаренко тоже хороший тренер. Ну ты сейчас можешь уже говорить. Он на будущее смотрит просто. Гончаренко классный тренер. Вот такой вот. Я скоро у вас. На связи? Слушай, дай расскажу, как интересная история про звонок. ФК Москва. Помните этот период, когда все разбежали, там акция была, когда команда развалилась, и все побежали с Амедов, там все, я в том числе. У меня было три варианта тогда. А, нет, вру, два. Зенит, ЦСКА. Да, Зенит, ЦСКА был, два варианта. Вот, ну мы все там с агентом общаемся. Ну что, куда там? Ну, вроде склонялись к Зениту тогда. Сидим в ресторане с ним, там он вел переговоры, я сижу и звонок, типа незнакомый номер. Я такой, алло. Знаешь, первый год, я говорю, узнал? Я говорю, нет. Я такой, знаешь, думаю, кто звонит. Карпин, Валерий Георгиевич. И я просто, типа, узнал? Я говорю, нет. Какое-то, знаешь. Ну и все, поговорили, он тоже хотел меня тогда, когда он был главным тренером в Свартаке, но не срослось. А в итоге ты тогда оказался? В итоге Семин, Юрий Павлович. Юрий Павлович. Ван Лав. Великий. Я подумала, это он позвонил, он такой узнал. Юр, тебе звонили какие-то такие тренеры? Ну как тебя приглашали? Тренер, ты сказал? Ты тренируй. Говори правильно. Тренер. Говори правильно, как футболисты говорят. Тренера. Да, давайте я буду тоже, да. Тренера позвонят, если вам. Вы как бы всегда берите трубку. Никогда не игнорируйте. Почему я все время в ту камеру говорю? Мне вот та нравится. Чего ты мне машешь? Ладно, уговорил. Как я могу тебе отказать? Я отвечу на этот вопрос, да? Давай. Мне не звонили, мне писали в ВКонтакте. Юр, типа, ЦЗ нужен в Пермь. Тебе что, огонечки ставили просто? Тебе кофе попьем? Елена Фомина. Я серьезно, я в Пермь перешла, потому что мне девчонка написала, что... Ты в Пермь играла? Да. Здесь Дима, пятый выпуск. Мне никто не звонил никогда. Тебе? Угу. Позвони мне, Дима, пожалуйста. Давайте я наберу сегодня. Узнал. Узнал. Кто вообще был в то время в команде? Я просто не помню, если честно. Тогда команда обновлялась, вроде как, я помню. Ну, кто ушел, кто пришел. Грузинчики тогда... Квичик был? Да, был. Уже был, да? Да. Грузинчики тогда выделяли. Как раз он сидел, а Зурико играл. Зурико тогда был очень сильно... Он превосходил Квару на тот момент. Когда Викторович пришел, там через два месяца все поменялось. Типа Квара начал играть, а Зурико наоборот. Сербская мафия там была тогда. Сербы уже были? Сербы уже. Сербская мафия. Деспот попозже вроде пришел. Ну, не помню. Деспот позже? Да. Депот позже. Ну, другие там были, да. Ну, и чего? Приняли? Быстро? Да, проблем не было. За счет чего? Мы тогда, ну... На базе жил? Да, с Ваней Гнатьевым. Угу. Тогда вот я познакомился с Ванькой первый раз, и как-то он там уже многих знал, и с ним там двигался как-то. Кстати говоря, приколы в раздевалке, это же всегда отдельный жанр. В Рубине были такие чуваки, которые отвечали за это? Есть люди, отвечающие за музыку, а есть отвечающие за приколы. Ну, да, был Тара, Шат. Они там когда разбавляли обстановку. Понял? Как радуется. А вот эти сербы наши там тоже разбавляли обстановку очень сильно. Ну и что, какие приколы были от Тараса? Да я уже не помню. Да понятно. Ты спрашиваешь, что было? Тяжело. Ты в натуре спрашиваешь, что было? Как будто на подкасте сидишь. Куда ты перейдешь после Динамо? Давай об этом поговорим. Пока у меня контракт. До 26 года. До 26? Пи***ц ты еще и Динамо обманул. Я хочу в шоке. Все мои мысли связаны с Динамо сейчас. Я хочу показать себя в этой команде. Но Гочеренко топ. Смотри, допустим. Ты же любишь бабки откладывать, да? Мы помним. Просто, например, предлагает Бешехтаж. Говорит, чувак, погнали к нам, но зарплата в 10 раз меньше. Гоним? Но гимн Лиги Чемпионов. Да. Посмотрим, как сильно ты любишь музыку, кстати. Не, ну в 10... Ну меньше, хорошо. Сейчас, смотри, на жену посмотри, вы должны посоветоваться. Нет, он сам сказал, принимает решение. А-а-а. Не лезет. В 10 ты слишком много этот... Уменьшил прям. Ну не в 10. Подожди, у меня есть информация, что один игрок из одной очень большой команды перешел сейчас за рубеж, ну некоторое время назад. И там больше, чем в 10, но он перешел за мечтой, потому что он красавчик. Кто это? Да, Лер, молодец. Кузя? Камеру говорю тебе. Красавчик. Да? Поздравляю. Ну, молодец, что? Поздравляю. А я 8% буду откладывать. Давай, Лер, удачи. Он заработал. Конечно, извините, естественно, там уже 80% в 100 раз отложено было. Так, Викторович, не перезвонил? Нет. Давай еще раз наберем. Ты кому отдавала, Бабкир? Было такое за штрафы? Были у тебя? В Локомотиве за три года вообще ничего пока не заплатила. Так. Меня только за фразу нахуй посылали. Я впервые ругнулась. Какой впервые? Я сказала, что хочу, короче, в Европе поиграть. И мне сказали, ну, иди ты. Звони Леонид Викторович. Что, берем? Громко. Леонид Викторович. Привет. Привет. В театре тут был, да, вот только увидел твой звонок. А, а я вот делал ставку, что вы на футбол ходили. Нет, я даже не знаю, счет какой. Леонид Викторович, у меня вопрос быстрый. Мы на подкасте сидим. Тут Макаров, Денис, знаете такого футболиста? Конечно, знаю. Мы тут обсуждали одну тему. Он говорит, что заносил, когда я еще был в команде, штрафы по 200 тысяч вам лично на карту и наличными отдавал. Куда они делись, бабки эти? Он хочет, чтобы вы их вернули ему. Я все купил квартиру в центре Макарова. В которой мы снимали моё жопу по домам, правильно, Леонид Викторович? Все, Макар, иди в жопу. Как я мог еще заработать? Все, Леонид Викторович. Спасибо. Возвращать вы ему не будете, правильно? Ну, не планировал, если честно. Все. А он просто потом хороший контракт заключил. Мы там чуть-чуть, конечно, сейчас отдалили от команды. Чуть-чуть отдалили. Викторович, здравствуйте, Викторович. Скажи, микрофон на поле. Викторович, здрасте. Привет, Макар. Как театр? Куда тебя затащили? Ты тренироваться надо, а ты ходишь. А я с тренировки как раз приехал к ним. С дублем? Ну, почти. Ну, почти. Викторович, он ждет команды уже, возглавить какую-нибудь, он к вам хочет. Ладно, Макар, если что, звони. Хорошо, Викторович, обязательно. Все, до свидания, Леонид Викторович, спасибо большое. До свидания. Дебют ты помнишь свой, Зарубин? Да. С кем это было? Как раз я... Это было с Тамбовым. Он поменял Квару на 90-й минуте матч. На сколько ты вышел? На 2-3 минуты? Да, на 2-3 минуты. И ничего не успел? Даже мяча не коснулся или? Нет, не коснулся. Не коснулся? Хуй он, дебют. Главное, я помню. Ну, ты что помнишь? Главное, я помню. А, главное, помнишь. Не, у Тара тоже был такой матч, он вышел в матче в Петербурге. 3,5 минуты провел на поле, не коснулся мяча. Два раза свалил, его удалили. Он такой, да в целом как бы, ну. Это было в том подкасте. Браво. Браво. Можешь каждый подкаст с этой стороны? Адош на окнах рисует. Да. Ну, это, по-моему, самый запоминающийся момент карьеры. Да? Либо. Ну. Какой? Дебют на 3 минуты, Макар? Мой? Твоя 3,5 минуты. Ну, почему это? Чемпионство больше запомнилось, понял? Великое, да. Блин, вот правда, я прихожу в зал на тренировку, всегда тебя вижу. Видишь, фотки еще не салили. Ты там такой радостный, да, с баррой, с кружком. У меня дома висит газета «Спорт-экспресс», которая вышла на следующий день после чемпионства «Локомотива». И все игроки стоят с кубком, такие, типа, да, мы выиграли, мы старались. И только Дима Тарасов. Кубок, блядь. Ну, а как хотел. Да, ну, самый веселый. Вице-капитана. А самый веселый обычно кто? Кто меньше всех играл. Так вот, когда приезжаю домой, в лесу с резинками и с деревьями тренируюсь. Иногда в манеже. Это про что? Когда ты последний раз в лесу тренировался? Что ты рассказываешь? Я тебе сейчас скажу. А ты вот недавно, сейчас... Ну, сейчас понятно. Ну, последний раз, да, три недели назад, четыре. Подожди, в лесу это типа среди деревьев, это ты тренировку «Динамо» описываешь? Я просто не понимаю. Это так тренеры сейчас тренируются. Если ты считаешь, что футболисты – деревья, то... Я так никогда не считал. Подожди, даже «Динамо»? Я уважаю футболистов. Кто в «Динамо» сейчас самый крутой? Смоу, кто? Что, нет? Так. Из футболистов. Я вот у меня спрашиваю. Да все равны. Все равны? Да это, ну, как бы стандарт. Ну, а что он еще может сказать? Я связываю свое будущее с «Динамо». Все футболисты в нашей команде хорошие. Да, два, что угодно. Тренер не будет, ничего не говорит. Подожди, против какой тренировкой сложнее всего тебе? Раньше у нас вот Сава был, который сейчас уехал. Вот с ним сложнее всего было, потому что он тебе мог по голеностопам пройтись как зуй. Ай, из-за этого. Это кто, подожди? Сава Сазонов, когда же из Тарина уехал. Слушай, а у вас этот Бальбуэна стал капитаном, это нормально вообще? Чувак сначала свинтил, а потом вернулся и такой, типа, все. Ну, как-то его назначили капитаном. Как это происходило? Это было решение команды или это решение тренера было? Или Шунина. Футболист голосовал за... Ну, каждый футболист дали три варианта, он написал свой вариант и выбрали так. Получилось так, что Алфаби. Ни фига себе. Почему? Чем он, типа, здраво? Я знаю, спроси, кто голосовал. У вас целый Шунин, который 700 лет уже. Я голосовал Парыш, Смол и как раз за него тоже, да, за Фаби. То есть Шунин даже не присутствовал в этой тройке почему-то? У меня? Да. Ну, он был капитаном уже. Я его также уважаю, но он был капитаном, пора и другим стать. Ты смог бы стать капитаном? Нет. Сейчас нет, Шаран. Не готов? Нет, не готов. Но хотел бы. Попозже, да? Но это вообще играет какую-то роль, капитан в команде? Большая. Серьезно? Я просто не понимаю. Мне кажется, она как будто бы немножко... Вот, например, Дзюба пришел в локомотив. Да. Прошло пять матчей, мы дали капитанскую повязку. Это разве справедливо? Есть люди, которые сильно дольше играют, или это от чего-то другого зависит? Ну, это зависит от авторитета. И какие он вносит, наверное, коррективы, и что он дает команде, и как к нему реагируют игроки, на его подсказки, как он себя ведет. То есть капитан – это важная фигура. Не только в коллективе, но еще общение с спортивным директором, с руководством, решение каких-то проблем игроков и так далее. То есть это большая ответственность. Когда я был в локом, назначили, помню, вице-капитаном сначала, то есть игроки многие писали свои какие-то проблемы, что я связался с спортивным директором, поговорил. Я понял, что это ответственность большая, но я тогда уже был готов к этому. Поэтому капитанская такая история. Кто лучший капитан в истории? С кем ты играл? Лучший капитан? Игорь Денисов. Расскажи про него что-нибудь. Мы про него еще не знаем. Ну, про него что рассказывали? Его все знают, и какой он. То есть он за команду готов пожертвовать даже собой, в какой-то момент потерять деньги, что его оштрафуют за какие-то высказывания. Но он за команду всегда точно стоял горой, всегда. Но были истории из раздевалки, когда он заходил, и, например, он брал слово, а не тренер? Ну нет, такого не было. При мне не было такого. А как он, он же лидер, он мотиватор, или как он себя проявлял в качестве капитана для команды именно? Слушай, ну это именно тренировок в своем отношении, во-первых. Все смотрели, у него не было такой тренировки, чтобы он пришел расхлябанно тренировался, или там говорил, что у меня что-то болит. То есть он пока реально там не порвется, он всегда выходил. И любая тренировка, вообще там самая лайтовая после игры, дают какие-то квадраты, он всегда заведенный. Всегда. Но после уже там успокаивался и общался. А так он всегда вот с такими глазами, и все равно, кто перед ним. Он бился, сражался, доказывал каждый взрыв. А это влияет на игроков? Условно говоря, ты приходишь на тренировку, видишь мужик 30 с лишним лет, херачат вообще как в последний раз, и они такие, да мы не можем по-другому. Мы должны как-то соответствовать ему. Это мотивирует. Остальных это мотивирует, это точно. Игорь Денисов, у тебя кто лучший капитан? За всю историю. Но у меня получалось так, что... Дюпин? Самый, наверное, возрастной это был Шуня. Ну, самый возрастной. А, наверное, самый лучший за всю карьеру это там... Был я в Нижнекамске. Миша Канаев был такой возрастной парень, боец. Как сейчас рассказывал, что всегда за команду, что-то на поле там доказывает. За всех дает свой пример. Вот, наверное, он за все в свое время. А ты готов? А я еще одного вспомнил. Молодые, наверное, были. Ну, в том году там Фома был. В Рубине тоже у нас там... Дюпа. Менялись. Ну, и Юра, да. Топ вообще. Ну, да. Ни один вопрос не решал. Ира, спрашивай. Ира, спрашивай. То есть ты готов стать тем тренером, ой, тренером, говорю, тем капитаном, который будет подходить к руководству, за пацанов говорить? Ну, через пару лет, наверное, да. Пока просто я считаю, что у нас есть в команде люди постарше, кто это должен делать и кто заслуживает. Мне еще пока рано. А именно то, что легионер не смущает? Да нет, не смущает. А кто сейчас лидеры Динамо, которые берут на себя эту функцию? Ну, капитан, понятно, еще есть из русских. Ну, понятно, что это Серега Паршевлюк, Федя Смолов также. Паршевлюк еще в Динамо? Да. Также Даня. У него ушел в Спартака. Шуня. Поэтому так же мы все там общаемся с тренером. Не всегда удачных. Люди, кто постарше. Ты когда последний раз общался с тренером? Я сегодня. Что говорит? Что сказал? Все прекрасно. Тебя сравнивали с Павлом Буре. Вот я вижу Леонид Слуцкий, кстати. У него вообще ассоциативный ряд. В чем здесь вообще сравнение было? В бросках и ударах. В бросках? Ну, он же, да, там очень много. Но самый смешной, самый смешной был Хабиб. Он сказал, что ты русский Димария. А почему тебе смешно? Ты что, дурак вообще? Что ты смеешься? Я реально что-то сказал. На самом деле, мне просто интересно в этом контексте узнать, кто такой Дмитрий Тарасов. Русский кто? Есть идеи вообще у вас? Ир, есть идеи? Потому что вы вот в твоем три футболиста. Я вообще как бы сбоку пришел тут как бы. Ты журналист сегодня просто. Тот самый, который мы слухи. Денис, давай определим, кто у нас Дмитрий Тарасов. Что ты хочешь? Кто? Вот он, например, русский Димария. А ты кто? Русский кто? Не знаю. Из игроков? Да. Из игроков. Из животных. Не, ну просто влога звали меня, знаешь, как Терминатор. Болельщики. А ты не болельщик, ты не знаешь, как его звали. Это потому что ты в бассейне вот так делал? Ту-ду-ду. Ту-ду-ду. А вот сейчас, ну, согласись, согласись не очень. Ир, ты что сбьешься? Нет, я просто себя пытаюсь ассоциировать с кем. Ты понимаешь, с кем уже. С кем? С Азаром. На этой неделе я Деназар закончил карьеру. Я пока еще нет. Опять минут молчания? Нет, сейчас подожди, мы сначала с тобой выйдем, а потом будет международчание. Кстати, кстати, Евро. Да, расскажи про Азара. Давайте, дадим слово. Во-первых, я его сравнивал с Лукакой рядом. Они же вместе были. Ну, с одной сборной. Они стояли как раз рядом. В тот момент я не попал в заявку, но выходил в поле так посмотреть. И просто, когда увидел одного и второго, и понял, что это люди, которые... Из другого мира? Из другого мира, да. А потом, когда они показывали игру на поле, что Лукако там со своим весом убегает от нашей защиты на раз-два, и что Азар своим ростом делает с нашими защитниками, с игроками в центре поля, это было для меня что-то нечто вообще. Вживую на это посмотреть. Скажи, почему у нас нет таких игроков? В чем проблема? Вот как ты видишь это? Почему у нас не бывает таких вот... Думаю, с самого детства идет, что детям вообще запрещают там... Вот у них есть шаблоны, они тренируются по шаблонам, а нет такого, чтобы они взяли там, обыгрывали пачками всех. Я думаю, это все идет с детства, что нет навыка такого, как у них. То есть это все-таки от тренеров идет? Ну, я думаю, от футбольной философии, которая в каждом клубе строится, да. Подожди, ну это какая философия может быть? Обычно же, как рассказывают, детский тренер, он заточен на то, чтобы его команда выигрывала, значит, ему нужен результат, иначе он не получит премию, потому что зарплата у него 15 тысяч рублей. И он такой, куда ты в обводку лезешь? Давай, типа, там, поточнее, понадежнее. Типа, играть на результат. И все. И как бы поэтому убивается вот это желание, стремление там играть красиво, обводить там какие-то техничные моменты. А у тебя такое было? Тебя ограничивали какие-то тренеры? Нет, меня ни в чем не ограничивал тренер. Никогда не было, даже на детстве. Потому что он может просто послать всех и уйти, сказать, ты че, дурак? Это неправда, это неправда. Я обыгрывал и буду обыгрывать, не мешай. И до сих пор обыгрываю, да. Но я забивал на турнирах там в детстве по 10, по 11, мячей по 20 бывало. И мне всегда разрешали делать то, что я хочу на поле. Но ты видел, что другим запрещают, например, или я чувствовал, что в команде есть, когда там тренер сбров я рюк. Ну, типа, ты в Динамо сейчас понял, что не надо постоянно обыгрывать, типа, можно еще поиграть. Слушай, а Смол тебе пихает вообще, типа, если начинаешь там лишнюю ободку, типа, можешь напихать? Ну, он может подсказать, да. Не напихать, но может подойти, сказать, типа, вот такая ситуация. Уходи в угловой флажок, как я. И он. У меня с ним хорошее отношение, поэтому я прислушиваюсь к нему, в принципе, я к старшим, ко всем прислушиваюсь. Ну, и сейчас нет после игр, когда, ну, вы уже сидите, закончился матч, и тебе тренер говорит, блин, что, ты опять возишь мяч, а не отдаешь пас? Вот такие моменты. На теории только можешь что-то сказать, да. А ты как реагируешь, типа? Мы знаем, как он реагирует, но это неправда. Поговорю с ним через неделю. А давно пока, у меня микротравма. Ну, давайте к Евро вернемся. Ты говорил, что ты наблюдал матч тогда заяв. С Бельки, да. Да, вот каково это было? Хотелось выйти на поле, хотелось показать себя как раз, наверное. Вообще очень хотелось. Это была моя мечта после молодежного Евро. И когда я попал в заявку как раз с Финлянди, я думал, блин, может, хотя бы там на минутку там... Ну, на 90-е, как ты любишь. Да, на 90-е. Ну, слушай, если бы тогда мне выпусили, ну, блин, было бы вообще пофиг. Минута, 30 секунд. Я бы вышел на поле, в майке сборной, и на таком там турнире. Большом. Ну, для меня бы это, наверное, ну, большая галочка в моей жизни, что я достиг чего-то уже было. Есть ощущение, что кажется, это все, и никогда больше в твоей карьере не будет такого момента, когда ты выйдешь в майке сборной на большом турнире. Допускаешь это вообще? Ну, я думаю, если лет через пять там Россию везде допустят, то я допускаю, что я могу выйти, и моя мечта... То есть ты еще как бы рассчитываешь по... Ну, на большом турнире. А вот сейчас, например, сборная, нет такого ощущения, что... Ну, понятно, я не могу сказать тебе, что не хочется за нее играть, или... Но есть мотивация ниже, сильно ниже, чем вот, условно говоря, тогда не так круто сейчас ездить в сборную, играть там где-нибудь в Египте с какими-то детьми непонятными, и в целом как будто нет этой... Нет смысла, из-за чего вы собираетесь, например, из-за чего собирается сборная. Ну, наверное, надо спрашивать тех, кто там сейчас находится. Но тебя не вызывали последние там полтора года? Нет, не вызывали. Вообще ни разу? Нет. А когда же, когда 49 человек? Тоже нет. Да. В чем причина? Как ты думаешь? Даже после гола Рубину? Ты спокойно к этому относишься? Да, я вообще... Внутри есть такое тюрьму? Нет, у меня нет такого, что, оп, мне не вызвали сборную, у меня надо что-то делать. Не вызвали, не вызвали, ну а что? Я был на Евро, на молодежном Евро, но сейчас не вызывают, но не нравлюсь тренеру, а что сделать? А эмоции от вызова на Евро? Какие были? Сбор пошел в суд. И как? Где был? Да, как ты узнал об этом, да? Как узнал? Наверное, тогда я еще был в Рубине, скорее всего, если не ошибаюсь. Потому что, да, я поехал на молодежное сначала от Рубина и перед переходом в Динамо вроде. Да, я как раз... Да, это было в Рубине. Первый раз я узнал по телевизору, что меня вызвали. Ну, список попал. По Матч ТВ? Ну, если не ошибаюсь, нет, если не ошибаюсь, да, как раз я смотрел Матч ТВ, вот эти списки. Охренеть. И как раз я увидел свою фамилию там. Первая реакция. Кому позвонил? Кто, может, к тебе кто-то позвонил, сразу поздравил? Позвонил родителям и агентам в первую очередь. И что сказал? Говорю, я там вот. Еду на Евро. Ты смотрел Матч ТВ? Они говорят, где? Я говорю, ну вроде вызвали туда, в сборную. Ты поверил? Ты не подумал, что-то ошибка какая-то. Нет, все как бы. Да нет, но тебе поверил. Не, ну, Ма, я бы, мне кажется, если бы я что-то такое увидел, я бы такой, да нет. Слушай, ну, и честно, странно, вообще, когда вставляют списки, заранее звонят. Звонит администратор или сообщает. Не, может быть, и в Рубине говорили. Ты просто незаконно не берешь, нахуй не звонят. Не, может быть, в Рубине говорили. Главное увидят по телеку, по-любому смотрят Матч ТВ. Я узнал тогда с телека, да, первый раз. И потом уже телефон, да, ты в сборную, возьми трубку. Ну, это был кайф. Да, тогда я был очень счастлив, очень доволен. Но это как мечта такая маленькая сбылась? Да, потому что в 2018 году, когда проходил чемпионат мира у нас, я ездил на Россию и Египет. Был там шарф, шарфом, или как шарфом, правильно сказать. Накрасил все флаги и стоял, болел, кричал. А через там 3-4 года я уже там в национальной команде и попал в заявку, но не вышел на поле. Ну, ничего страшного. Но я был очень счастлив и доволен этим. Я до сих пор там горжусь этим. Блин, это правда очень круто. Гимн, когда мурашки были? Да. А когда я еще попал в заявку, и игра была в Питере, у меня приехали родители, я сел на трибунах и вышел даже поразминаться там. Помахал? Да нет, это офигеть. Это вообще космос. Реально. То есть без шуток, без всяких, это прямо очень круто. Какая у тебя мечта в футболе прямо сейчас? Сейчас? Все равно на протяжении там двух-трех лет успеть уехать с России. Но, видимо, не в Турцию. Если 10 раз. В Европу уехать, поиграть, попробовать, что это. Не получится, ну, значит, не судьба. А ты с кем-то общаешься из ребят, которые уехали? Они тебе что-то говорят, рассказывают? Ну, вот с Кларой общался, потому что я уже в Рубинис немного играл, спрашивал там у него, как дела. Смотришь его матч? Да, смотри, радуюсь. Пишешь ему? Да, был в Италии, писал. Я ему огонечек тоже поставил на сторис. Ну, естественно, он тебе ответил? Да, он, кстати, нормально. Он отвечает, это всегда. Да, он в Инстаграме сидит, походу. Походу, там не тренируется нифига не. По-моему, там нет випена. Так вот, да. И что он рассказывает? Про адаптацию, про какие-то бытовые моменты? Ну, я прям не расспрашивал, он спрашивал, как дела, как тренировки, как ты себя там чувствуешь. Он же сказал, все хорошо, я привыкаю. Я сейчас на него смотрю, и видно, что он быстро привык. Сильно сложнее тренировки не говорил? Ну, про это не спрашивал. Я спрашивал у Мерунчука, когда он переехал тогда. Что говорит? Но он говорил, доходило до того, что игроки блевали от тренировок. А у тебя было в карьере такое, что был какой-то вообще убийственный тренер, который ты прям либо блевал, либо был близко к этому? Ну, был близко к этому. Это в Локомотиве по физпогготовке был итальянец, как его звали, забыл. Он был очень взрослый, знаешь, но он был бегуном каким-то, взрослым, там, может быть, 50 плюс было. И я всегда ему удивлялся. То есть у нас идет какой-то там, я не знаю, условно беговая работа на сборах. И там бежит первая группа, например, впереди. Он возвращался назад, подтягивал всех, кто сзади отстает, возвращался вперед, понимаешь, да? Машина. Да, просто. И вот с ним бегали очень много, очень. Потому что у Палыча всегда физуха была на первом месте. Это при Палыче было? Да, и были моменты, когда прям, ну, реально, очень тяжело. Приходил, даже бывало, что форму не скидывал, думаю, все, надо лучше поспать к второй тренировке. Были такие моменты. И Леха, кстати, рассказал, я у него спрашивал, он говорил, что у них было одно упражнение на все поле. Три на три футбол на все поле. Почему? Три на три. И нельзя пас назад, нельзя, ты не можешь остановиться. Ты бежишь с мячом, ты играешь только на атаку. Три на три или четыре на четыре не буду врать, да? То есть вратари, и ты, если, надеюсь, взял мяч, ты должен играть только вперед, ты не можешь остановиться, развернуться. Потерял мяч, они атакуют. Сколько-то минут играете, замена? И он говорит, вот после этого упражнения игроки просто реально стояли и болевали. Он говорит, мне было жутко тяжело, просто нереально. Ну... Он Захаряна тоже слышал. Там Тюковин сообщался между собой, и что он говорит, что тренировки там вообще космос типа, нагрузка прям не как у нас. Но хотя, когда у нас сменили тренера на Марцеле, и они пришли, первые сборы, он привел своего тренера по физподготовке, и у нас было упражнение Джерард. И тогда... Стивен? Когда падаешь в чемпионском матче. И тогда там подходило, да, некоторые там вливали, и было такое, что хочется. А что это за упражнение? Да, суть упражнений в чем? Получается... Просто встал. Пришел и сразу... Джерард. Один конус, 30 метров вперед, второй конус... Нет, не получается не так. Один конус стоит, 15 шагов делаешь вперед, ставишь конус. 15 шагов вправо, возвращаешься к центру, 15 шагов лево, возвращаешься к центру, 15 шагов назад и 30 метров на рывке бьешь. И так у тебя надо за 23 или 24 секунды сделать 3 или 4 раза, тогда было не помню. И таких нескольких серий. Я уже понимаю, что это жестко. У меня чуть подкатило, если что. И было, да, на самом деле. Дай под стол, и все. Но это жестко. Когда он пришел, потому что тот год, мы вообще почти не бегали. И тут сразу силовые нагрузки, бегай. Было очень, да, сборы были тяжелые. У кого самые лайтовые тренировки были? Вот где я был? Да. У Суцкого тяжелые? Да. С йогой сам вообще вот так вот. Ну да. Такие. Не, у Лени были хорошие. Тебе бесило, когда мы после выходных приезжали, и вот этот тест постоянно в 10 минут. Какой, расскажи. Ты летишь просто, чтобы побегать. Да, мы приезжали, после любого выходного у него один тест, 10 минут. Тоже стоят конусы, и ты должен по плену, по свистку. Ну, достаточно легкий там, ну, ниже среднего. Но 10 минут, просто, я не знаю, через 7 уже просто начинаешь. И он-то рассмотрел пульс, сколько готовился, короче, все, ну, просто. Ну, после трех дней и выходных. Да, под Бешова. Что у вас за спор с Артемом Дзюбой? Расскажи, пожалуйста. Спор? Очень интересно, да. Я не слышал. Да, расскажи. Ты на кого смотришь? На жену? Нельзя отвечать? Я вообще не в курсе. Нет, Дзюба мне рассказал. Расскажите тебе. Серьезно? Давай Дзюбе будем звонить сейчас. Давай сначала послушаем твою версию, а потом я тебе расскажу. Я не буду рассказывать. Я у него спросил, он говорит, Макар сам расскажет. Я говорю, окей. Мы можем позвонить Дзюбе. Или лучше сам расскажи. Дзюба не помнит. Кто, Дзюба не помнит? Дзюба все помнит. У Дзюбы все в телефоне. Хватит. Я когда включил ему свое шоу, он говорит, во втором выпуске была классная эта шутка про вот эту вот мать вот этого парня. Вообще отличная правда. Я такой, ты что себе? А уже был 58 выпуск. Это хренеть. Он все помнит. Так. А ты с ним общаешься? Как произошло общение? Что это за спор? Да мы были на концерте на Руки Верх. На Руки Верх. Руки Верх. Да. Топ. И встретились... Серый Джуков. Да. Я ходил с женой. Мы как раз встретили Ваньку с Луцкого. И Викторич нас пригласил после концерта поужинаться. Там был Артем. Мы сидели, ужинали. Поспорили про Динамо что-то? Ну, между Локомотивом и Динамо, да. Кто выше будет? Ну, типа такого, да. Намного? Денежный спор? Или какой-то... Да, обычный денежный спор. Я уверен, Сусский разбивал и взял проценты сразу. Он не тратит бабки. А я уверен. То, что вы будете выше Локомотива? Ну, да. Давай со мной поспорим тоже. Нет, я уже поспорил. Ну, мне предложить нечего. Кстати, с Димой спорить вообще нельзя. Он всегда выигрывает, реально. Тут Дьяков сидел на твоем месте. Он тебе будет 10 матчей женского футбола смотреть. Да, мы и помним. Кстати, Виталий Дьяков, свяжитесь с нами. Мы билеты вам передадим. Ходите дальше. Не, ну, спор интересный, кстати. А когда Динамо станет чемпионом? Тяжело просто. Это городские болельщики Динамо. Ты, как игрок, можешь примерно хотя бы обознать, потому что в 93-м году они выиграли кубок. Но были шансы, когда у нас Сандро Шварц был. Мы были близки, но из-за ситуации, да, там, что там случилось, думаю, это повлияло на нас, что мы не стали тогда чемпионом. Но у нас были все шансы тогда. А подожди, в конце сезона уже повалились жестко. Из-за чего? Из-за всей ситуации, что случилось в мире. То есть вы играли весь сезон нормально, но последние там 4-5 туров вы такие, типа... 4-5 там случилось. Раньше? Все, да, раньше. Доигрывали теми, кто мог играть просто. А, когда легионеры разъехались? Ну да, плюс когда-то нельзя было некоторым играть. Ну, все так случилось плохо, и поэтому когда мы отпустили, все. А в команде как-то... Как переживали в команде этот период, когда все разъезжались, и... Как, блин? Было тяжело. Ну, жалко некоторых ребят, у которых там были семьи, и поэтому они там были всегда с нами, тренировались. Мы их поддерживали, старались. Было тяжело без этого, без них, без всех. Что им там грустно, и мы тоже там особо не веселились. Не было ощущения, что долгожданный какой-нибудь трофей уплывает из рук, тем более был и финал Кубка, и реально очень хорошо шла команда, и все хвалили то Динамо. Как внутри команды это? сожалели, и все понимали, что это очень плохо, что так вышло, но мы на это повлиять не могли никак вообще. Ну, то есть не нашелся человек, который такой, парни, давайте мы можем... Не было своего игры Денисова, который бы всех схватил за яйца? Были попытки, предпринимались, но все равно было тяжело, когда и тренерский штаб уже так боялся особо что-то делать, и игроки, иностранцы. Все равно у нас была команда такая, дружная, и когда пару человек выпадает, тяжело собраться все вместе. Слушай, а сейчас вот какая атмосфера в команде? Когда вы играете, проигрываете, вы командой ходите, собираетесь? Бывает там, знаешь, раз в два, в три месяца. Но нестабильно? Нет, нестабильно. Ну, а сейчас ощущение есть у команды? Например, когда в Локом мы были, у нас было ощущение, что, пацаны, мы сможем, этот сезон наш, все, давайте, каждую игру. Вот сейчас есть такое чувство уверенности, что сможете? Понял. Это ответ. Нет, на самом деле мы очень часто общаемся с тренером по этому поводу. Там у нас собрания проходят, и что он говорит, мы должны верить, мы это понимаем, но как мы играем, отдаем очень легкие игры, там сами себе враги получаются. Ну, тренер верит, и там ребята верят, мы все верим, но если мы так играем, и сами понимаем, что какое нам чемпионство с такой нашей игрой. Я бы хотел вернуться еще немного назад. Как раз вот этот сезон с Шварцем, его все очень хвалили, и игроки, и болельщики, и пресса. Почему он крутой? За счет чего? Чем он тебе нравился, например? За счет, ну, как сказать, коллективного, тренерского и командного штаба, что мы были там одно целое, мы никогда не ломались, были там всегда друг за другом на поле, за полем, на тренировках. И, как ты сейчас сказал, мы очень часто собирались тогда, отдыхали, там общались, все друг друга поддерживали, уважали за счет этого, и была там химия какая-то. Финал Кубка России? Что было перед матчем? Как, что говорили в раздевалке? Какая-то установка, может быть, что-то, не знаю, что помнишь, что расскажешь? Вообще помню слова тренера, что он говорит, я уезжаю, тогда мы были чуть-чуть в шоке. Он вам только перед матчем это сказал? Не перед матчем, наверное, дня за четыре, он нам сказал, что он нас покидает, и, ну, я думаю, вы сами понимаете, что настроение тоже там многое спадает сразу. Ошибка была его, как считаешь? Что он сказал до игры? Не считаю, что была ошибка, потому что он нам признался сразу, как сказал руководство, и потом уже пошли статьи, я думаю, если бы он нам не признался, мы бы узнали все это из интернета, было бы гораздо хуже, и отношение к нему, наверное, ухудшилось перед матчем. Он сказал нам все правильно, но как вышло, что мы были не той командой, которой должны были быть, как весь этот сезон. Понимали, что легионерам они хотят быстрее домой уехать, потому что у них там семьи, они за это переживают, тренера хотят уехать, настроения никакого нет, разлад. Мне показалось наоборот, как будто бы, поскольку команда была сплоченная, казалось, что если он вам это сказал, вы такие, мы сейчас в последний раз просто захерачим этот Спартак, и как будто мотивация была вдвойне сильнее. Такого не было. Я думаю, в Сочи, вот когда мы сыграли, мы вообще... В Сочи, это там заболотный, просто... Повал такой был. Как будто не Сочи, а Барселона играл с нами тогда просто. Что говорил тренер перед отъездом? Может быть, в этот вечер он там взял слово, что-то сказал? Может быть, с тобой конкретно о чем-то говорил? Что сожалеет, просто что так все вышло, и ему очень жаль, что так все вышло. Но он доволен работой и доволен был всеми нами. Слушай, когда приходил Динамо, посвящения были какие-то? Нет. А в Рубине? Ну, Лене же всегда были посвящения. Нет. Песни пели. На стуле. Дим, только ты. Нифига. Я не пел. Ты не пел? Вставай. Что за фигня? Я пел даже, прикиньте, я говорю, Виктор, что-то с ума сошел? Старого человека трогать. Я почему-то не пел. Так у тебя нет своих песен, у Димы-то есть. Я танцевал, Тара. Серьезно? Да, я что-то танцевал тогда. Это где было? Это было в Турции, но в том же ресторане, где мы на следующий год собирались. Ты танцевал? А что ты танцевал? Я не помню, что ты. Лезгинку дал? Нет, это Бакай танцевал. Бакай? Бакай же со мной пришел тогда. А ты что пел? Я пел, знаешь, где? Мы где-то играли, помнишь, у него был стрейтбол, мы играли командой, где это было, блин? А, забыл. Где-то мы играли, и потом шашлыки были, и он... Пинтбол мы играли. Пинтбол, да. Мы еще играли? Нет, стрейкбол, шашлыки. Нет, конечно. Пинтбол у нас был, потом были шашлыки, арбуз, палатки, на природе. Конечно. Викторович топ. Викторович, мне кажется, просто... Зачем тренироваться, вообще не понимал. Викторович любил эту тему, естественно. Такой, ребята, мы идем в поход, кто соберет больше грибов, кто будет в составе. Ты скидываешь, знаешь, на сборах расписание. Через день. Тимбилдинг. Тимбилдинг. Нет, сначала было весело. Выходишь, шарики гоняешь. Нет, сначала было весело в первые разы. Ну, а потом что-нибудь весело? А потом просто пишет... Подожди, ты же был в этом великом ролике про Рубин Супергуд? Да. Нормально, то есть как бы? Да. Мы как раз в поезд сборной приехали. Спасибо, что мне ногу сломал. Блин, это лучший ролик, если честно. Да, было круто. Что, лучше, чем блока делают? Что? Черт. Хорошего сейчас было хорошо. А, не блока? Впервые. Нет? Ну, типа, ты легко вписываешься в эти медийные движухи все, когда там, например, Ваня Боделевский подходит и говорит, надо сняться в новогоднем ролике. А в Рубине невозможно по-другому. Там прикольная атмосфера. Там идеи хорошие еще. Там дружелюбная команда была. Не, офигенно. Вайп вообще классный. Я тоже был за все движухи там. Ну, один раз Викторович пришел, я помню, на тимбилдинг. Как обычно, у него слюни полетели. Разозлился. И послал всех нас. Помнишь? Было еще. А что здесь? Чего? А потому что мы, по-моему, играли в какую-то... Викторина какая-то была. Да, не с охоты. И кто-то перебивал его что-ли постоянно. А? Что-что? Еролинский. Да-да-да. А, да-да. И он психанул. Стал идти и сами играть. И мы пошли в ресторан без него тогда все вместе. Мы с ним, ну все, слава богу. Нормально хоть отдохнули? Тимбилдинг закончился. Он пришел, я тогда не помню, нет? Не пришел? Да, нет, решение. Пошел плыть, стоишь. Блин, обидели Слуцкого. Вообще, Игорь Чижини. Причем даже не игрок. Позорище. Извинитесь, Переслуцкий, вы что обидели его? Я... Вот твоя камера, Дима. Так это не ничего. Это твоя. А мне не за что. Так, хорошо, что у нас еще осталось не обсуждать? Насколько... Но он не будет говорить, да, насколько они поспорили с Дзюбой? Ну, типа, большая сумма. Ну, нормально. Больше ляма, честно. Да. Офигеть. Более... Наверное. А может, нет? Не знаю. Ладно, всем спасибо, друзья. Спасибо, что вы терпели этот ужас. Все. Денис, красавчик. Хочешь еще? Нет. Блин, а Макс хотел. Максу понравилось тогда. Нет, круто все было, да. Я не думаю. Но вам это не будет. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok